нужно было начинать готовить. Он собрал немного дров, и разжег костер. Затем Байфен достал кусок мяса и крови нефритового дракона и нарезал на куски, толщиной с большой палец. Кусочки Байфен привязал к веревке и подвесил, прицепив к треноге, над жаром костра. Для приготовления мяса нефритового дракона требовалась большая температура, поэтому Байфен не волновался, подвесив мясо над открытым пламенем, не говоря уже о том, что до пламени еще было какое-то расстояние. Из пространственного кармана Байфен достал бутылку со специями и время от времени посыпал специями готовящееся мясо. Всплеск аромата готовящегося блюда разнесся по округе. Через несколько минут Байфен оторвал кусочек рыбы, положил его в рот и разжевал. Гэм, неплохо получилось. У мяса нет вкуса барбекю и можно добавлять немного меньше перца чили. Байфен съел пару кусочков. Ощущался вкус мяса, приготовленного по-иному, чем на плите. Затем достал бутылку с приправами, наполненную паприкой, и посыпал оставшиеся кусочки мяса. Конечно, он не забыл очистить кусочки от выделившегося жира вместе со слоем предыдущих специй, чтобы убрать перец чили из запеченной корочки. Невдалеке послышался оживленный писк. Стая пушистых обезьян с блестящим мехом усиленно шмыгала носами, втягивая воздух. Поняв, что их заметили, стая моментально заволновалась, вскочила и скрылась. Вытянувшись в цепочку и прихватив детенышей, стая со скрипучими криками побежала за одной из них, которая выделялась среди всех более массивной фигурой. Размер ее тела был значительно больше, чем у остальных обезьян. Очень быстро стая исчезла в лесу, следуя за своим вожаком. Южнее временного лагеря Байфена, черный медведь очнулся от спячки и с простодушным видом двинулся в сторону восхитительно душистого запаха. Он еще не полностью очнулся от сна. Многие люди неправильно понимают спячку медведей. Они думают, что медведи действительно спят всю зиму. На самом деле, когда погода хорошая, медведи ненадолго просыпаются из спячки и ищут пропитание. На север от лагеря, тигр высотой в 3 метра, лежа в густой траве, наблюдал за кабаном средних размеров. Этого кабана должно было хватить на питание в течение недели. Охотясь, тигр мгновенно сбивал жертву на землю, а потом пускал в ход зубы, загрызая ее. Дикий кабан и тигр уставились друг на друга, но уже через секунду кабан бросился бежать прочь от тигра. Тигр не стал догонять кабана, вместо этого он начал энергично подергивать носом, какой ароматный запах. Нужно срочно его найти, да еще в придачу и дикого кабана поймать. 7 или 8 минут спустя с разных сторон приблизилась группа животных, окружив Бейфена со всех сторон. Они истекали слюной, когда смотрели на рыбу, которая не переставала одуряюще пахнуть. Бейфен не боялся, он неторопливо вытащил из пространственного кольца кувшин с вином и поставил на землю. Группа животных, увидев внезапное появление большого кувшина, была шокирована. Они не понимали, откуда взялась эта большая банка. Хотя животные и захлебывали слюной, глядя на пищу, приготовленную Бейфеном, они не предпринимали отчаянных шагов. Все-таки у животных интуиция была более острая, чем у людей. Животные чувствовали колоссальную угрозу, которая исходила от худого и маленького на вид тела Бейфена. И если бы этот соблазнительный аромат не был слишком заманчив, эти животные, конечно же, не пришли бы. Бейфен посмотрел на длинный ряд кусков испеченной рыбы, но не начал есть, а взял кусок рыбы и пошел к черному медведю. Этот огромный черный медведь был громадным, по крайней мере не меньше 300 килограммов. Обычные люди с такими не встречались, но Бейфен не оробел. Наблюдая, как этот человек шел к нему, черный медведь отступил назад, сделав пару шагов, но его глаза не отрываясь смотрели на рыбу в руках Бейфена. Наблюдая за медведем, Бейфен рассмеялся. Кто сказал, что зрение у черных медведей слабое? Ошибочка. Очень хорошая вещь. Толстый кусок рыбы длиной 10 сантиметров Бейфен разорвал на две половины, подразнивая черного медведя. Он даже слегка встряхнул кусочками перед его носом. Едва Бейфен выпустил один из кусочков из пальцев, черный медведь одним движением перехватил брошенную рыбу и тут же проглотил, а затем снова посмотрел на Бейфена. Оставшийся кусочек рыбы Бейфен положил на ладони и протянул ее к черному медведю. Черный медведь нерешительно посмотрел на Бейфена, затем приблизился и взял рыбу, вытянув язык. Бейфен успокаивающе погладил черного медведя по голове, но медведь внезапно напрягся, как будто хотел атаковать, но почувствовав, что достигнув макушки головы, рука не делала никаких других опасных движений. Мышцы медведя медленно расслабились. Бейфен вернулся к походному костру и, взяв кусок рыбы, пошел к тигру. У-у-у, тигр это не домашняя кошка. Наблюдая, как Бейфен приближался к нему, он заворчал, и это ворчание очень походило на предупреждение. Бейфен остановился и повторил трюк с потряхиванием кусочком рыбы. Тигр мгновенно забыл обо всем. Его огромная голова следовала за размахивающей рукой Бейфена, как у обычного большого кота. Глава 237 Вино обезьян. Ау-у, тигр, мягко порыкивая, двумя лапами обхватил руку Бейфена, а затем зубами аккуратно взял рыбу. Бейфен засмеялся, этот тигр был довольно смышленым, он не выпустил когти, а толстые подушечки на лапах у него были очень мягкими. После того, как тигр захватил зубами рыбу, он отступил назад и настороженно посмотрел на Бейфена. Убедившись, что Бейфен стоял, не двигаясь, он успокоился и начал жевать рыбу. Тигр даже прищурил глаза от наслаждения. Заскрипела обезьяна. Группа обезьян ушла, а главная самая большая обезьяна завертела обеспокоенно головой, и в итоге развернула ее в сторону Бейфена. Ее глаза, наполненные надеждой, как будто говорили, вот, пожалуйста, можете меня щупать, гладить, разве вы не даете рыбу послушным? Хорошая умная обезьяна. Бейфен прикоснулся к гладким волосам обезьяны и тихонько вздохнул. Обезьяны действительно близкие родственники человека, у них очень сильная способность к обучению. Взяв еще один кусок рыбы, он оторвал от него больше половины, чтобы дать обезьяне меньшую часть. Черный медведь и тигр имели сильную жизненную силу и были огромными по размерам, поэтому кусок рыбы для них был побольше, в соответствии с возможностями их организма принять. Но жизненные силы обезьяны, в сравнении с медведем и тигром, были намного меньшими. Заскрепела обезьяна. Обезьяна спрыгнула, недовольная Бейфеном. Она вскрикнула, как будто бы сказала, от чего те двое съели по целому кусочку, а для меня приготовлена всего лишь меньшая часть от куска. Бейфен, держа рыбу в руке, рассмеялся. Эта жадная обезьяна слишком важничала, требуя рыбу. Заскрепела обезьяна. Обезьяна ушла, сев в нескольких метрах от Бейфена, и всем своим видом изображала обиду. Бейфен взял оставшуюся большую часть куска рыбы и швырнул в сторону группы обезьян, провоцируя у них соперничество за кусок рыбы. А сам удобно расположился с чашей вина. Он пил его маленькими глоточками и время от времени неторопливо ел рыбу. Из-за отсутствия вожака в стае обезьян возникла суматоха. Оставшиеся боялись тигра, а еще был симпатичный черный медведь, который еще не разобрался с ситуацией. У черного медведя и тигра была сильная жизненная энергия, даже сильнее мастера, и куска рыбы явно не было достаточно для этих двух зверей. Бейфен, увидев жадный взгляд черного медведя и тигра, достал две маленькие миски и налил для черного медведя и тигра полные миски янтарного напитка, липкого, как сироп. Черный нос медведя дернулся дважды и он встал, совсем как человек. Громадное тело неуклюже подошло ближе и выхлебал вино красным языком. Тигр был более бдительным. Он несколько секунд наблюдал за черным медведем, после того, как тот вылизал миску. Когда тигр убедился, что с медведем ничего не произошло, он тоже подошел и, высунув язык, стал вылизывать вино. Бейфен, увидев, что чаши опустили, наполнил их до краев вновь. Однако эти пялы очень быстро были опустошены. Тигр с черным медведем немного окосели. Бедняги, они так долго жили, но ни разу ни медведь, ни тигр не пили вино. В сочетании с лечебными свойствами, это вино обладало чрезвычайно энергичным опьяняющим действием. Вскоре медведь и тигр сидели обнявшись. Через некоторое время вернулась обезьяна. Она принесла каменный сосуд, который был наполнен бирюзовой жидкостью, распространяющей волны ароматного вина. Поставив каменный сосуд перед Бейфеном и выпрямившись, обезьяна время от времени указывала на рыбу, а затем снова смотрела на каменный сосуд. Маленькая обезьяна, ты собираешься торговаться со мной? Бейфен попробовал вино и пришел в восторг. Букет этого вина, в сравнении с его лечебным вином, был намного богаче. Бейфен достал кусок рыбы и положил перед вожаком обезьян, тот взял рыбу и убежал вместе со всей стаей. На самом деле, черный медведь и тигр были здесь до сих пор из-за того, что Бейфен соблазнял их рыбой. А вот вожак обезьян уже не придет. Бейфен поднял каменный сосуд. Он был очень чистый, без пыли и следов грязи. Выглядел он очень большим, но вина внутри было меньше двух фунтов. Бейфен поднял каменный сосуд и выпил глоток бирюзового вина. А, не дурно. Бейфен прищурил глаза. Это вино было мягким и нежным, очень похожим на желе, но не до такой степени твердое. Из рта Бейфена постоянно исходил фруктовый аромат. Примерный расчет удивил Бейфена. Он обнаружил, что в вине было не менее 300 видов фруктов и трав. У этого вина были хорошие свойства, которые могли помочь в практике совершенствования даже воинам, практикующим силу. Многие их этих лекарственных трав, по мнению Бейфена, были уникальными для области Шиньонцзя. Хорошее вино. Это вино хранилось как минимум 50 лет. В общем, вино обезьяны заслуживает самой высокой оценки. Единственный его недостаток только в малом опьяняющем свойстве этого вина. Бейфен не стесняясь хвалил обезьян. Действительно, они мастера виноделия. Получить такое вино, используя только дикие ягоды и травы. Ведь обезьяны – это только обезьяны. Сделанное ими вино было очень хорошим, и это при том, что обезьяны не знали, что такое фильтр, и что еще есть винные дрожжи, или фрукты для повышения качества. Бейфен достал из волшебного кольца еще один кусок мяса нефритового дракона, нарезал маленькими полосками и начал зажаривать. Горшок, полный готовых кусков ароматной рыбы, Бейфен снял с огня и поставил перед черным медведем и тигром. У тех прошло головокружение после выпитого, и они без опаски придвинулись к Бейфену. Бейфен взял несколько кусков жареной рыбы, чтобы дать черному медведю и тигру, а сам пил вино обезьяны и ел жареную рыбу. Вина было совсем мало, хотя Бейфен не пил слишком много. Он сильно огорчился и в досаде хлопнул себя по губам. Он не подумал, что нужно было оставшееся обезьяне вино оставить про запас. Сегодня вечером Бейфен расслабился, не было нужды интриговать с животными, ни к чему строить козни. Тем не менее, Бейфен также понимал, что все это держалось только на его собственной силе. Обычных людей медведь и тигр давно бы уже убили. Костер горел, Бейфен пил, опираясь на тело тигра. Он наблюдал за мерцающими звездами в небе, а в его мыслях была полная сумятица. Проснувшись утром, Бейфен глубоко вздохнул. Медведь еще спал и во сне похрапывал, тигр тоже спал. Бейфен потрепал их по головам, а затем ушел. Три дня спустя Бейфен поднялся на вершину горы и посмотрел вдаль. Предмет его поисков должен был быть там. Ощущение становилось все более и более интенсивным. Пробормотал Бейфен. Использование медвежьего бокса на вершине горы поможет ему определить относительное направление дальнейших поисков. Действительно, как только он начал практиковать, воздушный поток превратился в набор струй, толщиной с палочку для еды, которые летели в одном направлении. За спиной Бейфена возник странный образ медведя, а он, поглощая летящие струйки воздуха, чувствовал, что медведь, который за его спиной принимал различные формы, становился все сильнее и сильнее. Это увеличение мощи не держалось долго, а полученная сила воздуха не могла быть сохранена после момента получения. Но по оценке Бейфена, материализация образа призрачного медведя усилилась как минимум на 30%. И это уже, постоянное улучшение. Призванный медведь становился все более и более подвижным, как настоящее живое существо. Бейфен почувствовал энергию ветра, и тут же двинулся вперед. Впереди был чрезвычайно глубокий каньон, и Бейфен прыгнул с вершины горы. Как молодой птенец, который учится летать, Бейфен только широко раскрыл крылья, не зная, что делать дальше. Но так как крылья были от врожденного летающего демона, рожденного с умением управлять ветром, то наличия крыльев было достаточно, чтобы он взлетел. Когда Бейфен пролетел над каньоном и приземлился с другой стороны горы, он был потрясен. Глава 238 Лавовое озеро Бейфен стоял на вершине горы, сложив крылья размахом до 6 метров. Он посмотрел на противоположную сторону, и у него перехватило дух. Недалеко, всего в 500 метрах, находился холм. По сравнению с окружающими горами, он был одним из самых маленьких, но когда Бейфен увидел этот холм, он потерял интерес к горам. Холм был окружен горами, или другими словами, среди окружавших его гор он был центром. Холм казался черным, на нем не было ни одного зеленого пятнышка, он был лысым, совершенно лишенным растительности. Очертания холма напоминали огромного медведя, рычащего, подняв голову к небу. Давление от потока силы, исходящего из центра холма, распространялось на территорию радиусом в 10 миль. В восприятии Бейфена образ медведя, устремленного ввысь, то появлялся, то исчезал. При этом, когда образ появлялся, весь холм накрывался тенью этого огромного медведя, как колпаком. Все живые существа, вступающие в эту область, испытывали ужас, у них было ощущение, как будто на них пристально смотрит их сильнейший естественный враг. Рычание. Позади Бейфена самопроизвольно появился образ медведя, он поднял морду вверх и зарычал. Рык встряхнул всю долину и длился, не прерываясь. На этот раз визуальный образ медведя не появился, но Бейфен четко чувствовал его присутствие. Бейфен раскрыл крылья и начал медленно приближаться к черному холму. Приземляясь на землю, он рассматривал холм и ощущал его как обычный, без каких-либо странностей. Его сердце готово было просто лопнуть от отвращения, которое он чувствовал от этой земли, потому-то и другие люди ушли отсюда. Бейфен подавил это чувство и начал подниматься. Было впечатление, что черный холм состоит из цельного куска камня, чрезвычайно твердого камня. Бейфен ухватил кусок камня, выступающего из холма, и с усилием потянул его, пытаясь оторвать от остальной массы породы. Но у него ничего не получилось. Очень твердый камень. Бейфен прищелкнул языком. Пусть даже он приложил к камню 30% своей силы, это все равно было очень много, по крайней мере, несколько десятков тысяч фунтов. Но для этого куска камня ее было совершенно недостаточно. Бейфен увеличил усилие, и только когда он нажал от души, со всей дури, тогда этот кусок камня подчинился Бейфену и он вытянул его из поверхности холма. Он вызвал золотой Фитзян и направил его к большому камню, чтобы тот разрубил его. Бдзинь прозвучал голкий звук, большой камень разделился на две части, с гладким, словно отполированным, разрезом. Но Бейфене почувствовал, что Фитзян, выполняя разрез, встретил сопротивление. И это, несмотря на то, что у Фитзяна сверхзвуковая скорость. Бейфен воскликнул от удивления. Если бы мой меч немного медленнее, он не смог бы разрезать этот кусок камня. Бейфен размышлял, только что он использовал Фитзян, который разрубил камень, действуя со скоростью звука. Если использовать Фитзян со скоростью в пять раз быстрее, чем скорость звука, то этот камень не сможет остановить Фитзян. Холм был невысокий и за несколько минут Бейфен взобрался на его вершину. Перед Бейфеном появилось глубокое отверстие шириной более 50 метров. Эта огромная дыра своим видом напоминала пасть медведя. Внутри встали лесом огромные камни, все равно как зубы медведя, раскрывшего пасть в ожидании добычи. Бейфен использовал духовные силы и накрыл колпаком площадь около 10 метров. Фитзян, как обычный товарищ по совместному путешествию, плавал, как рыба, в теле Бейфена. Бейфен развернул крылья и прыгнул. Используя свойства отражения лучей света при определенном угле падения, внешний свет можно направить вглубь отверстия. Впрочем, не имело значения, что ничего не видно, проблема освещенности не такая уж большая проблема для Бейфена. Не говоря уже о том, что Бейфен имел ясную голову, чуткий слух и острое зрение, он нуждался только в крайне малых количествах света. Кроме того, Бейфен четко просматривал и держал на контроле окружающее пространство. Ветер свистел и трепал куртку Бейфена, волосы на голове летали и кружились в потоке ветра. Он не знал, насколько глубокий этот вход, но свободное падение длилось уже больше минуты, а Бейфен еще не видел дна. Ну не могу же я спуститься прямо в центр земли? Сердце Бейфена стучало как барабан. За то время, что прошло в течение его спуска, уже можно было спрыгнуть с горы Джамалунгма и приземлиться. К счастью, страха у Бейфена не возникло. Через 10 секунд Бейфен сложил свои крылья, медленно приземлившись на поверхность. Температура внизу оказалась очень высокой, по крайней мере, более 45 градусов. Обычные люди, находясь в такой среде продолжительное время, будут обезвожены, но только не Бейфен. Дно этой ямы было шириной всего 100 метров. На другом конце площадки Бейфен обнаружил проход высотой около 20 метров. Бейфен бесстрашно пошел прямо внутрь прохода. В проходе его окружила тьма, но Бейфен контролировал духом пространство на 10 метров вокруг и постепенно в его сознании возникла картина окружающего мира. Этот прием считался легким методом использования духовной силы. Для такого способа ориентирования на местности требовалось незначительное потребление духовной силы, так что он мог поддерживать это состояние в течение длительного времени. Этот проход выкопан древним медведем, Бейфен ощупал длинные следы от когтей на стене прохода, а затем ускорил свой шаг. Бейфен приблизительно подсчитал длину прохода, учел полное время, когда он шел, прикинул скорость, и получилось не меньше 10 километров. Чем больше я продвигаюсь вперед, тем выше температура. Это что, ворота к бассейну Магмы? Тут температура уже где-то 50 или 60 градусов. Бейфен нахмурился, он уверенно чувствовал, что нечто притягивает его, и это нечто находится впереди. Теперь Бейфен получил стимул и продолжил двигаться вперед. Потратив столько времени, он уже никак не мог вернуться с полпути. Неожиданно впереди появился свет, и это был не мягкий белый, а оранжево-красный поблескивающий свет. Бейфен вышел из прохода и перед его глазами действительно предстало огромное озеро лавы. Его лицо непрерывно обжигали волны зноя, воздух был наполнен запахом серы, а в лавовом бассейне всплыл и лопнул пузырь, выплюнув полосу черного дыма. Это озеро лавы казалось безграничным. Каменные столбы из черного материала, как и поверхность холма, были разбросаны по всей поверхности лавового озера и терялись вдали. С мечтательным видом Бейфен расправил белые крылья. Он не ожидал увидеть подобной ошеломляющей красоты. Оставив под собой каменные столбы, он медленно полетел вперед. Волны горячего воздуха омывали его, но он окружил себя слоем энергии крови и не чувствовал дискомфорта. Через 10 минут полета перед Бейфеном выросла огромная колонна из черного камня. Дышь. Подлетев в кровной поверхности верхушки каменного столба, Бейфен ощутил огромное давление со всех сторон, так что даже упал на вершину колонны. Как опасно. Если бы это произошло на мгновение раньше, то я упал бы в лаву. К Бейфену пришел запоздалый страх. Если его тело попадет в озеро лавы, ему не спастись даже чудом. Бейфен встал, побуждая крылья покинуть поверхность колонны, но оказалось, что давление возникло снова. Бейфен поспешно убрал крылья, и внешнее давление исчезло. Что происходит? Бейфен стал стоял у каменной колонны и размышлял. Почему, как только я хочу взлететь, появляется давление? Бейфен попытался подпрыгнуть, а затем прыгнуть повыше. Он подпрыгивал на 7 или 8 метров в высоту и не было никакой реакции. Но только до тех пор, пока не пытался развернуть крылья для полета, в этом случае давление неизбежно появлялось. Что, черт возьми, за запрет на взлет. На этот раз Бейфен действительно был удивлен. Неужели на возможность улететь оказывает влияние этот материал колонны? Как это узнать? Бейфен прикидывал в уме и так, и эдак, но ему ничего так и не стало ясно, поэтому он решил начать исследование. Он повернулся и подошел к самому краю каменного столба. Каменная колонна сверху была очень обширна. Обойдя каменную стену, которая преграждала ему путь, Бейфен вытращил глаза, а затем удивленно воскликнул. Такой большой медведь? Глава 239. Сила увеличилась. Впереди, преграждая путь, тянулся обрыв. Оттуда долетал запах запустения, и казалось, как будто время вернулось на тысячи лет назад. Подойдя к обрыву, Бейфен увидел внизу дымящийся лавовый бассейн радиусом 1,000 метров. Это озеро лавы, несомненно, было намного меньше, чем предыдущее. Однако магма в этом лавовом бассейне имела золотистый цвет и, по-видимому, была подвержена высокотемпературным колебаниям. В бассейне с золотой лавой стояли 16 огромных медведей, все они выглядели спящими. Бейфен облегченно вздохнул. Тела этих медведей больше не содержали жизненной силы, они умерли много лет тому назад. У медведей был белоснежный мех, а за спиной у каждого из них явственно была видна пара маленьких крыльев. Самый маленький среди них имел высоту более 10 метров. От тел медведей распространялась атмосфера запустения, заполняя этим ароматом окружающее пространство. Ну, похоже, в воздухе слышен аромат лекарств? Где-то здесь есть потрясающее эффективное лекарство. Бейфен принюхался. От дымящихся струй выбросов тянулся серный запах, но к нему примешивался тонкий аромат, похожий на горький запах дикой сливы. Этот аромат Бейфену ловил сразу. Стоило Бейфену лишь слегка вдохнуть этот аромат, как его ци и кровь заволновались. Этот неизвестный источник аромата обладал потрясающим лекарственным воздействием. Искомый объект был быстро обнаружен Бейфеном, среди золотой лавы, в центре круга из 10-метровых черных скал, росла темно-красная, как кровь лоза, непосредственно укорененная в лаве. У этой темно-красной лозы не было листьев. Ее толстый и грубый ствол был толщиной с руку и покрыт чешуей, наподобие драконией. От основного ствола ответвлялось несколько небольших веток, а в середине среди ветвей висел ярко-красный плод, размером с голову. Бейфен не стал безрассудно спускаться по скале к лавовому озеру, а начал практиковать медвежий бокс прямо на платформе. Хрязь, хрязь. Раздался звонкий хрустящий звук, но это не кости Бейфена его издавали, просто его скорость была слишком высокая, и это она создавала этот звук в воздухе. За спиной Бейфена начал появляться туманный образ. Послышалось рычание. Его раскаты были похожи на звук перекатывающихся валунов. В этом космическом грохоте внезапно возник десятиметровый медведь, морда которого была поднята к небу и издавала ужасающий рык. Призрачный медведь за спиной Бейфена сильно уступал в натуральности медведям, стоящим в лаве, он все-таки выглядел размытым. Бейфен продолжал выполнять удары в форме медведя. Сила ударов и высокая скорость их выполнения сформировали устойчивый поток воздуха, который обдувал фигуру медведя и Бейфена. Медведь, стоящий за Бейфеном, снова и снова ревел, как вдруг его тело начало расти. Воздушный поток от призрачного медведя перешел на тело Бейфена, и тот получил новую возможность выполнить очистку крови. Похоже, клеткам тела Бейфена энергия воздушного потока пришлась по душе. Клетки тела проглатывали энергию потока, запасаясь энергией. Через мгновение под кожей Бейфена образовался дополнительный тонкий слой плевы. Клетки тела тоже стали более мощными и могли хранить больше энергии. Бейфен без колебаний погрузился в созерцание эфирного окружения своего тела. Его тело было окутано колышащимся туманом и временами становилось подобным телам бессмертных, сияющим прозрачной белизной. Большое количество ударов гигантского медведя, выполненных Бейфеном, и знания прочитанных книг, наконец объединились в сознании Бейфена и он получил искру вдохновения. В этот момент Бейфен постиг истинный внутренний смысл Синья Цуань. Мастерство сопровождает бьющую руку, а удар наносится произвольно, по желанию мастера. Обе составляющие, тождественные, действуют неразрывно. Неизвестно, как долго шел этот странный поток воздуха от тени медведя к Бейфену, но вот призрачный медведь рассеялся, и Бейфен пришел в себя. Встряхнувшись, Бейфен провел резкий удар. Одновременно с его движением у него за спиной возник 10-метровый медведь, который действовал синхронно с ним. Раздался грохот. В каменной стене, толщиной 3 метра, которая пересекала платформу, образовался провал до 30 метров в ширину. Осколки камня, которые были вырваны из большой дыры, упали в лавовый бассейн и расцвели огненными брызгами. Бейфен, наблюдая за результатами этой атаки, не удивился всплеску силы. Для себя он отметил, что его духовная сила в своем росте сделала еще один шаг. Своей ментальной силой он теперь охватывал область радиусом в 20 метров. В радиусе 20 метров от Бейфена ничто не могло укрыться. Огромный дух и физическая сила Бейфена просто вышли на новый уровень, значительно увеличив возможности разума, чтобы контролировать свой рост. В недавнем прошлом у него не было возможности постоянно контролировать процесс изменений. Огромный медведь позади Бейфена достиг высоты более чем 10 метров, а мощность техники медвежьего бокса тоже увеличилась более чем в 10 раз. К тому же, сейчас Бейфен достиг высшей точки начального периода совершенствования врожденных способностей. Теперь Бейфен не боялся даже врожденного позднего периода развития, вплоть до того, что он смог бы его победить. Образ медведя позади Бейфена исчез. В конечном счете, это был всего лишь виртуальный образ медведя, позволяющий усилить мощность техники боевых искусств в несколько раз. Всегда, когда Бейфен не практиковал медвежий бокс, образ медведя исчезал. Спасибо. Бейфен посмотрел вниз на лавовый бассейн. Дюжина медведей внутри него превратилась в залу. Бейфен отвесил им глубокий церемониальный поклон. Человек должен проявлять благодарность. Даже если эти медведи умерли, и пусть даже очень давно. Но, в конце концов, они довели себя до совершенства, и пусть даже больше не существуют их костей, все равно стоило выполнить это поклонение. В животе у Бейфена заурчало. Желудок Бейфена взбунтовался и закричал, поэтому он достал из пространственного кольца большой кусок фили черного нефритового дракона. Бейфен нарезал кусок на тонкие ломтики и обмакивая в соус. Начал есть. Бейфену требовалось много энергии в качестве горючего, чтобы восполнить потери энергии его клеток, которые сделали его более мощным. До сыта наевшись и вдоволь напившись, Бейфен почувствовал себя лучше, чем когда-либо прежде. Все его тело было наполнено энергией. Если предположить, что Люкунишуся снова вступили с ним в бой, то теперь Бейфен был уверен в том, что он, не прибегая к Фитзяню, смог бы победить их. Бейфен подошел к краю платформы и посмотрел на Лавовое озеро. Он не торопился необдуманно спускаться вниз, потому что кое-что заметил. Внизу, под платформой, на уступе в нижней части колонны над Лавовым озером, лежала половина змеиной кожи. Хотя никто не верил, что в такой среде могут быть существа, но факт есть факт. И теперь ему нужно проявлять осторожность. Неужели эта змея живет в Лавовом бассейне? Как это возможно? Бейфен не хотел в это верить, но пришлось, потому что он собственными глазами видел змеиную кожу. Ну и, и чего боишься? Если здесь живут какие-то звери, надо постараться их выловить и рассмотреть. Подумал Бейфен, найдя решение, было бы сказано. И Бейфен достал из пространственного кольца тутовую удочку. Не теряя времени, Бейфен насадил на крючок мясо короля дракона размером с кулак ребенка и забросил снасть в Лавовый бассейн. Наживка из мяса нефритового дракона остановилась на небольшом расстоянии от поверхности Лавы. Бейфен замер. Тишину нарушал только звук лопающихся пузырей Лавы. Бейфен сидел и ждал. Прошло немного времени. Подвешенное мясо на крючке обжарилось от горячей Лавы и спускало одуряющий запах, который распространялся во все стороны. Через полчаса мясо короля дракона окончательно сморщилось и потемнело. Я не верю, что ты сможешь терпеливо переносить этот аромат. Пробормотал Бейфен и начал сматывать леску, чтобы сменить наживку. Глава 240 догадки Бейфена. Бейфен почти не верил, что может что-то поймать на крючок. Он подтягивал понемногу рыболовную леску. Наживка из мяса короля дракона тоже поднималась все выше и выше от поверхности Лавы. Чмок. Внезапно, когда наживка поднялась уже довольно высоко над поверхностью Лавы, из озера выпрыгнула огненно-красная змея. Толщиной с бедро взрослого человека она внезапно подпрыгнула на высоту 3 метра и вцепилась в наживку. Эта змея выпрыгнула более чем на 3 метра, но нижняя ее часть все еще оставалась в Лаве. Чрезвычайно горячая Лава, похоже, никак не влияла на эту змею. Бейфен заулыбался. Такие образцы он еще не ловил. Вес этой змеи ошеломлял, но Бейфен едва ощущал ее вес. Трехступенчатое преобразование удочки в Тутовую значительно увеличило ее мощность. Бейфен не удивился бы, если бы она смогла поднять холм. Вытянувшаяся в струнку тело огненно-красной змеи не шевелилась. Бейфен легко поднял змею наверх, а мгновенно появившаяся фитзяна трубил ей голову. Нифига себе! Брызнула обжигающая горячая кровь. Везде, куда попала брызнувшая кровь змеи, появлялись мелкие пузырьки газа. Поверхность платформы выглядела в таких местах, как разъеденная кислотой. Огромная змея была длиной около пяти метров. Ее голова, размером с кулак взрослого человека, оставалась на крючке. Остальная часть тела, отсеченная от головы и не находившаяся под воздействием парализующего действия крючка, билась в конвульсиях на платформе. Тут же раздался голос системы. Дзинь! Получено демоническое существо 2го уровня – лавовый питон. Живущий в лаве демон, кожа имеет врожденную защиту от высоких температур. Мясо очень токсично, несъедобно. Змеиная желчь может быть использована при изготовлении лекарственного игристого вина для увеличения остроты зрения. Вино можно пить, содержит большое количество энергии. Опыт рыбалки увеличен на ноль. Вот тена. Воистину удивительный демон. Только второй уровень силы, но, тем не менее, он может жить в горячей магме. Вот уж действительно завидная способность. Вздохнул Бэйфын. Затем посмотрел на змею, разбрызгивавшую кровь вокруг. Он подождал полчаса, пока тело змеи остановилось, и только кончик ее хвоста время от времени двигался. Прежде чем Бэйфын шагнул вперед, змея уже умерла. Он внимательно рассмотрел эту красную змею, ведь это была его первая выловленная змея. Эта змея была очень яркой. Странным было то, что у змеи не было чешуи. У нее был тонкий кончик хвоста, очень твердый, способный легко вытолкнуть тело из большой дыры. Использовав фитзян, чтобы вскрыть тело лавового питона, он нашел огненно-красный желчный пузырь, величиной с мизинец, и поместил его в пространственное кольцо. После этого Бэйфын полностью снял кожу змеи. Кожа змеи была очень тонкая, не толще бумаги, но прочная и пластичная. На ощупь, она была холодная и очень приятная. Одним ударом Бэйфын столкнул тело этой змеи с края платформы. Упав в лаву, тело питона мгновенно сгорело. Потеряв кожу, этот лавовый питон уже не мог сопротивляться горячей лаве. Бэйфын взял голову змея и сбросил ее туда же. Затем он повторил испытанный прием. Снова надел кусок мяса на крючок и стал выпускать леску вниз. В течение дня Бэйфын выловил около тысячи лавовых питонов. С первой змеей он потратил около получаса, чтобы он схватил крючок. А дальше пошло быстрее. Стоило ему забросить крючок с наживкой, как сразу находилась змея, которая его глотала. Способ действий Бэйфына был простой и грубый. Поймал, содрал кожу, взял желчный пузырь, спихнул остатки. Сколько лавовых питонов в этом озере, размером в 1,000 метров. К счастью, я туда не спустился, а они сюда подняться не могли, иначе у меня были бы проблемы. Чем больше рыбачил Бэйфын, тем больше он беспокоился. В этом лавовом озере столько змей, что рыбалка могла стать бесконечной. Похоже на то, что это лавовое озеро, это просто огромная змеиная яма, полностью наполненная кишащими в ней змеями. Лавовое озеро представляло из себя огромную змеиную яму, со змеями, которые клубились в ней. Временами, среди них мелькала более крупная, толстая лавовая змея. Спуститься туда, не очень хорошая идея. Всех этих змей, чем дальше, тем больше. К тому же среди них достаточно много лавовых питонов, которые определенно могут быть сопоставимы с врожденными. Бэйфын нахмурился, черт его знает, нет ли там еще более сильного персонажа. Все-таки, если оттуда вдруг выскочит врожденный супердемон, то Бэйфыну останется только пускать пузыри. Глядя на колоссальное скопление змей внизу, Бэйфын подумал, что если бы среди них вдруг объявился врожденный супердемон, то он не слишком удивился бы. Хотя здешняя среда имеет очень тонкую ауру, прорваться на следующий уровень и остаться на нем – дело почти невозможное. Но всегда ведь находятся какие-нибудь исключения, тем более здесь несколько сотен лет назад уже обосновались врожденные высокого уровня. Не могли же они все исчезнуть? Врожденные люди жили 200 лет, а те, кто использовал пилюлю бессмертия, жили до 400. И это подземное лавовое озеро, и эта группа лавовых питонов не знали, как давно они здесь размножались вместе с плодом на красной лозе. Был шанс более 90%, что какой-то лавовый питон перешел на более высокий уровень врожденности. Допустим, что врожденного супердемона не существовало. В этом случае, Бэйфыну все равно не следует спускаться вниз к озеру лавы. В это время часть горячей лавы постоянно разбрызгивается, скопище лавовых змей внизу клубится, а площадка возле колонны была уже полностью занята лавовыми питонами. Допустим, если бы он даже спустился туда, фактически, это был бы только конец осады, потому что человеческие ресурсы рано или поздно истощаются, невозможно сражаться до бесконечности. Не говоря уже о том, что большое количество змей сопоставимо по своим способностям с врожденным лавовым питоном, который уж очень тяжелый персонаж. В сущности, сам по себе демон, в сравнении с человеком того же самого уровня, более мощный. Большой размер демонического существа означал, что запасы крови у него гораздо больше, чем у человеческого существа. Вдобавок толстая и грубая кожа демона легче переносила удары. Даже если бы лавовый питон находился на начальном уровне врожденности, Бэйфын, даже используя всю мощь медвежьего бокса, совсем не обязательно смог бы его убить. Фитзянь, пожалуй, смог бы, но он потребляет слишком много духовной силы, чтобы обезглавить питона. Ну 10 обезглавит, но 100 тысячу, как и чем убивать. Ни один лавовый питон не мог войти в ту область в лавового озера, где в центре стометрового круга находилась малиновая лоза. Похоже, что это было абсолютно запрещено. Кажется, моя догадка реально, никто не осмеливался соперничать с врожденным лавовым питоном, поэтому змеи боялись входить в зону, где росла лоза. Бэйфын вздохнул. Похоже, нет было никакой надежды получить этот плод. Даже эти лавовые змеи не смели войти в область красной лозы, демонстрируя, что существовал абсолютный король, который подавлял их настолько, что они не смели пересечь границу области даже на полшага. Бэйфын не собирался добывать этот плод. Но, на самом деле, ему хотелось бы спровоцировать этого супердемона, но от этого могли быть неприятности. Во всяком случае, цель этой поездки была достигнута. Ее можно считать достойной поездкой. Кстати, заодно добыл специфическую местную продукцию. Здравомыслие Бэйфына подавило его жадность. Эту поездку нельзя было считать неполной, поскольку он достиг цели. Что же касается этого фрукта, он мог бы стать хорошим естественным лекарством. Но сейчас была не та ситуация, чтобы из-за идей самому искать себе погибели. Однако Бэйфыну не очень хотелось отсюда уходить. Этот плод никуда не денется, и когда возникнет необходимость в его использовании для дальнейшего совершенствования, можно будет снова сюда прийти. А сейчас можно просто уменьшить поголовье этих змей. Все равно ведь потом пришлось бы устранять это препятствие. Бэйфын успокоился, затем повесил кусок мяса размером с маленький палец на крючок и забросил удочку. Внизу этих лавовых змей так много, так что если на каждый заброс цеплять наживку размером с кулак, то мясо черного дракона может не остаться для еды. Глава 241 Охота на лавового питона Бэйфын немного сожалел. С первого взгляда было видно, что это лоза, с ее корнями укоренившимися в лаве, необычная разновидность. А само наличие плода утверждало ее незаурядный успех. Возможно, что плод мог достигать седьмого уровня, но вот что касалось восьмого, то Бэйфын не думал, что это достижимо. У среды, подобной этой, аура ограничена, и пусть даже лоза росла бы в области 20 000 метров под землей, где был колоссальный жар, Бэйфын не думал, что эта лоза могла бы иметь плод восьмого уровня. Восьмой уровень чудодейственных лекарств на земле мог бы быть, но не здесь. С виду, этот плод явно созрел, только непонятно, по какой причине супердемон его не использовал. Увы, но когда через время Бэйфын снова вернется сюда, вполне может оказаться, что супердемон его уже проглотил. Бэйфын отбросил бесполезные размышления, ему уже надоело думать об этом. Человеку свойственно постоянно надеяться на авось, вместо того, чтобы подумать и сделать вывод, тем самым избежав опасной ситуации, внезапно в лаве всплыл огромный питон. Толщина его талии была где-то с глиняной чен. Множество мелких лавовых питонов торопливо расступались в стороны, уступая ему дорогу. У этого лавового питона была большая голова, где-то как объем талии взрослого человека, а его открытый рот был так велик, что мог бы в раз проглотить взрослого. Увидев на крючке очень маленький в его глазах кусок мяса черного дракона, лавовый питон сначала пренебрег им, но в конце концов высоко подпрыгнул и схватил наживку. Эти лавовые питоны жили в лаве, и Бэйфын не знал, что они едят. Но судя по тому, что они не пренебрегали мясом черного нефритового короля дракона, можно было понять, что все эти лавовые питоны плотоядные. Неужели они каннибалы? Подумал Бэйфын. После того, как питон проглотил крючок, Бэйфын, недолго думая, начал наматывать леску. Бэйфын поднял этого огромного лавового питона очень легко. Когда он выволок питона на платформу колонны, он аж присвистнул от изумления, длина этого лавового питона была больше 20 метров. А вот то, что касается сравнений с этим лавовым питоном. Если бы национальные эксперты взяли за образец, как уровень кошмара, мифическое существо Титан, то уровень Титана по сравнению с этим питоном даже рядом бы не стоял. Хотя это был огромный питон, но хвост его был точно таким же, как у обычных лавовых питонов. Его хвост был похож на длинную оперенную стрелу, только очень твердую. Бэйфын учел этот момент, и прежде, чем обезглавить питона, первым делом отрубил мечом Фитзян этот хвост. Этот участок хвоста был больше похож на костный шип, чрезвычайно твердый и очень тяжелый. У него был приличный вес. Бэйфын решил оставить этот шип у себя, и поместил его в космическое кольцо. После этого Бэйфын вытащил крючок из пасти питона и начал снимать шкуру. Бэйфын снял всю кожу, начиная с хвоста, затем разрезал тушу питона на части и спихнул их ударами ног в лавовое озеро. Внизу, под большим куском тела лавового питона, началось бурное веселье. Когда Бэйфын столкнул кусок тела лавового питона, из лавы мгновенно вынырнули раскрытые пасти лавовых змей, которые тут же вцепились в упавший кусок питона. Платформа, на которой расположился Бэйфын, находилась, по крайней мере, на высоте 400 метров от лавового бассейна. Эти огромные колонны блокировали поток магмы от вытекания из этого озера. В нижней части колонн было небольшое отверстие, шириной более 1 метра, из которого в бесконечное лавовое озеро непрерывно вытекала золотая лава. Все пятиметровые питоны стремились вцепиться в кусок плоти лавового питона, который Бэйфын сбросил вниз. Но вся трагедия состояла в том, что место, откуда Бэйфын сбрасывал куски, находилось достаточно высоко. К тому же этот кусок плоти был сброшен сильным ударом и летел вниз со скоростью. Поэтому, когда питон на лету кусал его, сила удара толкала питона вниз и часть лавы из озера попадала внутрь него. Кожа лавового питона может изолировать высокую температуру лавы, но совершенно очевидно, что пасть лавового питона не была изолирована от этой высокой температуры. Схватив зубами эту плоть, упавшую с неба, питон открывал пасть и тут же погружался в бассейн лавы. Большое количество лавы попадало в его пасть и проникало внутрь. Лавовые питоны в озере испытывали жуткую боль, они извивались и бурлили, и вскоре становились неподвижными, оставляя только кожу на поверхности озера, а плоть внутри была расплавлена горячей лавой. Бэйфын сбросил больше половины кусков питона. Глядя вниз на лавовых питонов, которые наперебой пытались схватить падающие куски, он застыл от удивления. Затем, оставив голову питона висеть на крючке, сбросил ее прямо вниз. Бэйфын снял наживку из мяса короля дракона, чтобы сэкономить. Будем считать это утилизацией отходов. Раз уж этого лавового питона нельзя употреблять в пищу, в таком случае он использует его, как приманку. Бэйфын выпустил леску и бросил приманку в сторону лавовых питонов. Один из лавовых питонов увидел приманку и тут же вцепился в нее зубами, но неожиданно обнаружил, что не способен двигаться. Огромное тело, предмет его гордости, не подавало ни малейшего импульса и не оказывало ни малейшего сопротивления. Питон был быстренько поднят Бэйфыном. Неизвестно, то ли эти лавовые змеи в высшей степени обессилели от голода, то ли у живущих в этом озере питонов низкий ик, но Бэйфын уже со счету сбился, сколько лавовых питонов он убил таким способом. Но питоны все так же, очертя голову, бросались на приманку. У Бэйфына уже занемело тело. Черт его знает, сколько еще придется убить этих лавовых питонов. В космическом кольцо половину пространства занимала плоть черного нефритового короля дракона, остальную часть он забивал змеиной кожей. Бэйфыну только всего и нужно, что змеиная кожа пятого уровня и желчный пузырь змеи, докосная шпора. Действительно, и смех, и грех. Единственное, что заставляло Бэйфына сожалеть, это что за лавлю лавовых питонов не идет опыт рыбалки, иначе это было бы хорошее место для накапливания опыта. В центре лавового озера внезапно вспучилась поверхность лавы радиусом 2 метра. Раздалось шипение. Прозвучал звук, похожий на звук, когда проводит ногтем по стеклу. И сразу как будто мурашки побежали по коже. Из лавы появилась змея диаметром 3 метра и длиной больше 20 метров. Змея холодным взглядом посмотрела вверх на Бэйфына. Это что, супердемон? Нет, не так. Хотя этот демон очень силен, но все же не настолько, чтобы сопротивляться ментальному давлению. Бэйфын на мгновение обомлел от неожиданности, а затем отверг свои догадки. Начхать надо его поймать на крючок. Бэйфын подвесил на крючок кусок змеи длиной более 2 метров и яростно швырнул приманку вниз. Он готов был к встрече с этой суперзмеей. Питон тут же развернулся к висящей на уровне его глаз приманке. Они что, думают, что я такой же, как те идиоты, что были здесь раньше? Умный-то умный, но не подумал о том, что его хвост раскачивался. И мощное животное неожиданно для себя попало хвостом по рыболовному крючку, который легко пронзил хвост. Самым ужасным для него было то, что лавовый питон оказался неспособным двигаться и немного отдалился от лавовой поверхности. И это заставляло это супер-животное чувствовать страх. Его уровень доходит до шестого, но он не достиг уровня высшего демона. Но все равно его следует считать врожденным, но не больше, чем просто сильный врожденный демон. Как только Бейфен поймал на крючок первого лавового питона, он услышал голос системы. Потом он это проанализировал. На взгляд Бейфена демоны классифицировались просто. Первый уровень демонов был эквивалентен человеку, который достиг уровня воина силы. Второй уровень демонов эквивалентен человеку-мастеру. Четвертый уровень демонов эквивалентен человеку, который находился за полшага до врожденности. Пятый уровень демонов эквивалентен врожденному воину. Таким образом, седьмой уровень демона был эквивалентен воину, достигшему божественного уровня. Тем не менее, жизнь демона в целом дольше, чем человеческая, более чем в два раза, а у некоторых одаренных демонов еще больше. Взять хотя бы демоническую черепаху. Царь черепах живет 8000 лет, и это уже не шутка. Даже обычные черепахи могут прожить долгое время, а если эта черепаха демоническая, то длительность ее жизни в 5 раз превышает человеческую жизнь воина. Но тот же самый демон имеет недостатки. До седьмого уровня он может практиковать только на инстинктах, и скорость совершенствования у него намного ниже, чем у людей. Конечно, некоторые одаренные демоны, или те, которые имеют особое наследование демонической крови, не включены в эту классификацию. Глава 242 Появление супер-демона Бейфен начал разбирать этого шестиуровневого лавового питона. Неизвестно, сколько змей он уже убил на этот момент, но он выполнял эту работу отточенными, натренированными движениями. Через несколько минут, используя фитзян, он извлек из лавового питона все ценные компоненты. Когда он спихнул куски тела лавового питона вниз, лавовое озеро забурлило. Большая часть лавы вспучилась. Лава поднялась аркой высотой более 20 метров, и потоком огромного давления накрыла, как колпаком, всю область. У Бейфена застучало в висках. Его охватил ужас. Живое существо еще не показалось из лавы, но Бейфен в усмерть перепугался. Бейфен уже не думал о дальнейшей рыбалке, он поспешил вернуть удочку в тело и метнулся к дороге. Так, быстренько, и еще быстрей. Бейфен не оглядывался назад, боясь потерять даже секунды. Он бежал, бежал и еще раз бежал, используя все резервы жизненных сил. Бейфен понимал, что был ослеплен собственной жадностью. Его мысли были заняты только тем, чтобы поймать какого-нибудь большого лавового питона. Но он не подумал, что в озере может жить сопоставимый с врожденным лавовый питон, который, возможно, захочет поймать его. Стоило одному шестиуровневому лавовому питону умереть, как лавовое озеро содрогнулось от лежавшего где-то на дне озера супердемона. Наконец, добежав до края платформы, Бейфен прыгнул. Белые крылья мгновенно раскрылись. Всю жизненную силу Бейфен направил в крылья, его тело на мгновение замерло, а затем мгновенно преодолело звуковой барьер. Как и ожидалось, Бейфен появился в нескольких сотнях метров снаружи. До его слуха донесся пронзительный звук. Бейфен бросил мимолетный взгляд назад и сердце его застучало в бешеном темпе. Он тут же поддал жару. И что Бейфен увидел позади? Суперогромный лавовый питон. Один лишь диаметр головы был 20 метров или больше, не говоря уже о его длине. Бейфен прикинул, что высота платформы от уровня поверхности лавового озера была несколько сотен метров. Но когда Бейфен обернулся назад, он увидел ошеломляющего размера голову зверя и два зрачка, размером с жернов, в которых застыл многовековой холод. С большой скоростью Бейфен переместился прямо ко входу в канал. Ощущение колючек в спине хоть и исчезло, но он не осмелился задерживаться. Спрятал крылья, а затем выбежал, тяжело дыша. Физическое состояние Бейфена оставляло желать лучшего. Ему было плохо, как плохо страдающему от разреженного воздуха. И хотя прошла короткая минута, но на сверхзвуковой полет требовалось колоссальное количество жизненных сил, будь то потребление ции крови или повышенные требования к силе тела. У Бейфена сейчас был явный дефицит жизненных сил. Его тело было повреждено, но в итоге он все-таки спас свою жизнь. Эта змея ужасна, и даже если она достигла уровня полубога, все равно это все-таки высший демон. Бейфен сильно испугался, до ужаса. Но это глубокое чувство бессилия стимулировало Бейфена стремиться к тому, чтобы стать более мощным. Этот лавовый супер питон жил, не зная, сколько лет уже живет, и нельзя сказать уверенно, что он не является предком всех этих питонов в лавовом озере. Неизвестно, почему этот супер питон его не преследовал, но это позволило Бейфену избежать смерти. Бейфен был уверен, что в противном случае, пусть даже при перемещении со скоростью звука, он не смог бы убежать от этого питона, если бы тот вознамерился его убить. Многие люди считали, что из-за огромной величины тела питона он действует очень медленно, но на самом деле это заблуждение. Человек, едущий на мотоцикле со скоростью 80 ярдов в девственном лесу, в 100 метрах от питона, не сможет от него убежать, если тот обратит на него свой взор. Бейфен шел без остановок, он достал из кольца мяса короля драконов и ел прямо на ходу. Это позволило восстанавливать жизненные силы и лечить повреждения тела. Анг. В озере с золотой лавой, змея длиной в несколько сотен метров, толщиной в несколько десятков метров кричит как дракон. Лавовых питонов первого уровня разорвало от этого рева. Среди питонов второго уровня тоже было много убитых и раненых. Голова питона, поднятая над лавой, имела рог длиной более трех метров, и казалось, что этот рог пронзает небо. Этого лавового питона уже нельзя называть питоном, он больше был похож на легендарного дракона. Только длинная цепочка из черного золота, источающая мерцание, удерживала этого лавового питона. Ух ты! Лавовый питон боролся, напрягая тело, но все его усилия не имели ни малейшего эффекта. Цепочка из черного золота была толщиной с мизинец, но даже этот супер мощный лавовый питон не мог порвать ее. Что ты сдох, чертов медведь? Прорычал лавовый питон, вызвав вибрацию всего подземного пространства. Он снова холодно взглянул в направлении уходящего бейфена и медленно погрузился в озеро лавы. Надо еще немного подождать, пока красный плод не накопит силу. Тогда я, наконец, уйду от неприятностей. Гулкой пространства пещеры эхом отозвалось на голос лавового питона. К этому моменту маленькие лавовые питоны уже опустились на дно бассейна, а поверхность лавы восстановилась в спокойствии. Люди, которые не видели в этом озере бурлящую жизнь, никогда не поверят в существование жизни в лаве. Красный плод уже созрел, но лавовый питон не ел его, чтобы плод смог постепенно накопить лекарственное вещество. Тогда его можно будет проглотить, чтобы добиться качественных изменений у высших существ. Лавовый питон надеялся, что после принятия им этого плода, он прорвется через существующий уровень и воспользуется этой возможностью, чтобы вырваться на свободу. Через полдня Бэйфэн вышел из темного канала. Увидев отблеск солнечного света, Бэйфэн почувствовал, как будто он заново на свет родился. Ранее Бэйфэну потребовался день, чтобы дойти до лавового озера. Но сейчас, когда он боялся преследования лавового питона, Бэйфэн очень торопился. В это место я смогу прийти, когда прорвусь до уровня бога, а просто силой здесь не пройти. Бэйфэн оглянулся на темный проход и подумал, что этот канал напоминает жадный рот, замерзший в ожидании приближения человека, чтобы его проглотить. После времени, проведенного в пути, тело Бэйфэна было уже в хорошем состоянии, мелкие травмы зажили и не тревожили его. Бэйфэн взмахнул белыми крыльями и полетел. На спуск обычно требуется меньше времени, чем на подъем. Раньше, свободное падение вниз на дно долины заняло у него всего несколько минут. Но при взлете вверх потребовалось больше 10 минут, прежде чем Бэйфэн достиг вершины холма. Снаружи был день, стояла редкая хорошая погода, было солнечно. Бэйфэн не стал попусту тратить время, и полетел в сторону города-призрака Лида. Крыльями кондора снежного хребта не нужно двигать, когда используется сверхзвуковой полет. Эти крылья были почти невесомыми, но их было достаточно, чтобы Бэйфэн мог лететь. Когда до города-призрака Лида было уже недалеко, Бэйфэн спрятал крылья, чтобы их не могли заметить другие люди. Припарковавшись в лесной чаще, Бэйфэн быстро развел костерок и занялся готовкой, чтобы хорошенько вознаградить себя хорошей пищей за труды. Сбежав от Суперпитона, Бэйфэн ни на секунду не останавливался. Все это время он был в жутком напряжении, и не мог позволить себе ни на миг полностью расслабиться. Он не мог остановиться, даже чтобы съесть кусок мяса черного дракона, он ел его в сыром виде на ходу. Хорошо еще, что само по себе мясо не имело никакого специфического запаха и вкуса, иначе это была бы пытка. Когда он, наконец, полностью расслабился, его разморило и он почувствовал сонливость. Торопливо съев приготовленную еду, Бэйфэн запрыгнул на высокое дерево и вскоре крепко заснул. Есть немало людей, одержимых ландшафтами богов и драконов, которые ежегодно уходят в глубины области горы дракона и находят там свою смерть. Группа из шести человек двигалась сквозь густые заросли. Цзянжань и ее спутник, один из шести человек, выглядели очень плохо. Глава 243. Красное лицо. Компания путников блуждала в лесной чаще. Среди них были две девушки, по их лицам было видно, что они недавно плакали. Жань, ты говоришь, что мы не умрем здесь? Да. Спросила одна из девушек, задыхаясь от слез. У остальных членов группы, троих юношей, вид был очень мрачным. Страх уже пустил первые ростки, поднимаясь в сердцах людей. Безнадежность и отчаяние нависло над ними, как черная туча. Ничего страшного, мы обязательно выйдем. Лицо Цзянжань приобрело решительное выражение. Они еще молодые, еще много лет впереди. Разве могут они умереть в этих бесплодных горах? Да, ничего с нами не случится. Когда дома узнают, что мы так долго не выходили на связь, они, разумеется, позвонят в полицию. Может быть, поисковая команда уже теперь ищет нас в горах? Сказал Тзиусе, один из их небольшой команды. Сейчас им никак нельзя было паниковать, а то действительно наступит последний день. Выслушав, что сказали эти двое, остальные четверо почувствовали себя намного лучше, их глаза засветились надеждой. Однако, когда на них никто не смотрел, Цзиусе и Цзянжань взглянули друг на друга с тревогой в глазах. На этот раз они могли полагаться только на самих себя, ведь леса в окрестностях горы дракона тянулись бесконечно. Не говоря уже о том, что не будет никакой поисково-спасательной команды, но даже если бы такая появилась, она не скоро нашла бы их. Цзянжань думала, что это простая поездка на зимние каникулы, однако их группа неожиданно оказалась в трудной ситуации. Все они были студентами-фторокурсниками Королевского колледжа, а каникулы послужили поводом, чтобы выбрать место и встретить там Новый год. Несколько человек решили собраться вместе в районе горы дракона, чтобы полюбоваться природными пейзажами. Походив за гидом в течение дня, им стало скучно, поэтому они купили палатку и тому подобное, и шесть человек ступили в неизведанные окрестности горы дракона. Весь путь любуясь пейзажами, они так увлеклись, что по настоянию части команды не только не пошли обратно, но все больше и больше углублялись в окрестности горы дракона. Когда же они собрались идти обратно, то оказалось, что дорога потерялась, а способ вернуться им неизвестен. К счастью, зима в районе горы дракона была не такая суровая, а погода относительно приятная. В противном случае, группа студентов, у которых не было навыков выживания на природе, умерла бы здесь давно. Но даже в этом случае, путники были уже истощены. Еда кончилась, и хотя в лесу было много животных, они не умели охотиться. После того, как Тзянжанит Зиуси произнесли утешительные слова, путники стали выбирать направление, куда идти. О, я не могу двигаться, я не пойду. Лучше умереть. Прошло немного времени, и к вечеру, одна из девушек внезапно впала в истерику. Другая девушка тут же начала тихо всхлипывать, увидев, что Тзянжанит Зиуси разбивают лагерь. Двое ребят помогли девушке связать палатку, а в это время еще один парень отправился искать дрова, чтобы подготовиться к наступлению темноты. Тзиуси исчез в лесу, а когда Тзянжан и другие забеспокоились, Тзиуси вышел из леса, держа горстку у диких овощей. Не волнуйтесь, эти дикие овощи не ядовиты, я вырос в сельском районе, в бедной семье, и я ходил в горы искать дикие овощи. Объяснил Тзиуси с улыбкой, увидев в глазах спутников беспокойство. Они сварили овощной суп из диких овощей, чтобы хоть чем-то набить брюхо. Но дикорастущие съедобные растения не содержат никакого растительного масла, поэтому можете себе представить, как долго эти люди будут сытыми. Наступила ночь, в джунглях время от времени раздавались какие-то шорохи и звуки, так что путники долго не могли уснуть. Тзянжанит Зиуси сидели у костра и беседовали. Час спустя, Тзянжан зевнула и ушла в палатку спать, а Тзиуси остался дежурить. В три часа его сменит следующий. На следующее утро пришлось вставать рано, чтобы собраться и начать все заново. Шлеп, ой. Тзянжан взяла рюкзак и только сделала шаг, как с дерева вниз упала какая-то фигура. Это человек, или это демон? Все смотрели на влажную землю с неглубокой ямкой в форме силуэта человека, не осмеливаясь приблизиться к этому месту. Уф, удобно как. Тень на земле зашевелилась, медленно поднялась и стала отряхивать себя от почвы. Тень с чувством вздохнула. Увидев, что кто-то упал с дерева, группа путников впала в ступор. Он уже так долго не спал до такой степени комфортно. Напряженный до предела, Байфен, естественно, заснул. Он чувствовал, что ни одна живность в лесу не может представлять для него угрозу. Если бы некоторые ядовитые насекомые или змей попытались его укусить, они не смогли бы прокусить его кожу, поэтому Байфен, естественно, полностью расслаблялся во сне. Он просто повернулся во сне и поэтому упал с дерева. Но увидев сторонних людей, Байфен покраснел. Если люди, практикующие боевые искусства узнают, то засмеют до смерти. Как же так? Врожденный мастер спит на дереве, да еще и падает с него во сне. Выспавшись, Байфен был чрезвычайно бодр, а сердце его было преисполнено радости. Кто ты? Ты заблудился? Спросил Байфен от Зянжань. Зянжань и Цзиуси были готовы принять меры предосторожности против Байфена. Как же так? Человек упал с такой большой высоты, и с ним ничего не случилось. Кроме того, этот человек не был похож на потерявшегося в лесу. Прежде всего из-за его внешнего вида. Он не выглядел растерянным. Его белая одежда запачкалась только там, где пришлось опираться на землю после падения. Вдобавок, манера одеваться Байфена делала его не похожим на человека, потерявшего дорогу. Байфена кинул группу одним взглядом и с наивным видом дал им себя рассмотреть более пристально. Под взглядом Байфена каждый почувствовал себя немного неудобно, как будто он видел их насквозь. Байфен не сказал ни слова, а просто пошел прямо вперед. Не знаю, как вы, а я хочу идти за этим человеком. Серьезно сказал Цзиусе Цзянжаню. Все посмотрели на Байфена, а потом друг на друга. Я согласна. Цзянжань кивнул головой, соглашаясь с доводами Цзиусе. Теперь можно было надеяться только на этого эксцентричного человека. А что, если он плохой парень? Глядя на его манеру одеваться, можно подумать, что он ненормальный. Сказала одна из девушек. Пойдемте, плохой он или нет, но мы сейчас не знаем, куда идти, а когда найдем выход, мы уже с ним не будем связаны. У Цзянжань подход был решительный и твердый. Она развернулась и пошла за Байфеном. За это время Цзянжань и Цзиусе приобрели в команде авторитет. Поэтому, увидев, что Цзянжань и Цзиусе последовали за этим странным человеком, остальные потянулись за ними. Глава 244. Байфен не обращал внимания на людей, следующих за ним. Конечно же, Байфен не бросил их на произвол судьбы. Иначе, учитывая его способность перемещаться очень быстро, как бы они могли идти с ним в ногу. Просто Байфен не хотел с ними разговаривать. Он и раньше был не особо разговорчив, а теперь, тем более, стал еще менее болтлив. Поэтому, неудивительно, что со стороны он казался холодным. Время шло к двум часам пополудни. Байфен посмотрел на плетущихся за ним людей и оценив их физическое состояние, нахмурился. Видать, придется сделать привал. Он остановился, и не обращая ни на кого внимания, уселся под большое дерево. Послышался храп. Плетущиеся сзади путники догнали его, но увидев, что Байфен остановился, попадали на землю, тяжело дыша после быстрой ходьбы. Больше всего они боялись, что Байфен их бросит, поэтому сами они не осмеливались остановиться. И даже та девушка, что вчера закатывала истерику, всю дорогу шла, упрямо закусив губы. Лимэй поглядывал на беззаботно сидящего под деревом Байфена и с трудом сдерживался, чтобы не взорваться. Все-таки не выдержав, он подошел к Байфену и сказал, ты мужчина или как? О женщинах нужно заботиться, им нужно помогать, ты вполне мог бы помочь девушкам нести сумки. Байфен взглянул на девушек. Одна из них выглядела не очень красивой, все ее лицо было в веснушках, однако у нее была молодость, и молодость была ее главным капиталом, все ее тело было переполнено жизненным соком. И это была вся его реакция. Байфен снова закрыл глаза. Маленький Мэй, вернись, почему ты так говоришь? Цзян-жань шагнула вперед и схватила Лимэй за руку, бросив на него выразительный взгляд. Она ему намекала, что было бы лучше, если бы Лимэй замолчал. Лимэй пылал гневом, когда он смотрел на невозмутимого Байфена, его зло брало, как можно быть таким мужчиной. Когда Лимэй учился в школе, он никогда не встречал такого представителя этнической расы, как Байфен. Сам Лимэй ничем особенным во внешности не выделялся, но он считал, что независимо от внешности, или чего-то другого, молодые люди должны помогать девушкам. Прошу прощения, мой друг слишком темпераментная личность, я приношу свои извинения за него. Цзян-жань извинилась. Ведь этот чудак, их единственная надежда выйти отсюда. Вдобавок он не бросил их и не пытался от них избавиться, а когда они отставали, он останавливался и ждал их. Все это мелочи, но Цзян-жань смогла их разглядеть. За короткий промежуток в 7 или 8 дней эта девушка сильно изменилась, и как человек, быстро выросла. Не отпустив прошлое, Цзян-жань не смогла бы заметить эти детали. Ведь только по этим мелочам можно было оценить, имеет или нет этот сумасброд дурные намерения. Цзян-жань не хотела допустить, чтобы Лимэй оскорбил этого чудака, и потом, из-за этого, этот чудак бросил бы их. Никто не мешает. Бэйфэн тихо медитировал, перемещая ци и кровь для восстановления повреждений, оставшихся после его сверхзвуковых полетов. Глаза его были закрыты, а все эти разговоры казались смутными и неясными, как будто звук доносился издалека. Цзян-жань больше к нему не приставала. Она вернулась к своим и пошла искать дрова для костра. Нужно еще послать кого-то поискать дикорастущие овощи. Их небольшая команда после нескольких дней притерки четко придерживалась принципа разделения труда. Наполнив миску овощным супом, Цзян-жань предложила его Бэйфэну. Надеюсь, вы не против. А сухпайк мы съели уже давно. Цзян-жань искренне смотрела на Бэйфэна, держа перед ним овощной суп. Интересная маленькая девочка. Бэйфэн открыл глаза, взял эту миску несоленого и безвкусного дикого супа, и стал есть. Он вдруг думал о том, что он не стареет и теперь ему всегда будет 20 лет. Но какова ситуация? Врожденный мастер функции проводника получает в награду миску овощного супа. Подумав об этом, Бэйфэн не знал, плакать ему или смеяться. Раздалось рычание. Рык тигра раздался совсем близко, Цзян-жань и остальные ее спутники побледнели. Неторопливо, со стороны леса вышел трехметровой длины тигр. Тигр шел вольготно и беззаботно, как будто обходил дозором свою территорию. А во, это тигр. Бежим. Закричали ли мы и другие, они хотели бежать на другую сторону. Не паникуйте. Не бегите. Цзян-жань и Цзиуси кричали им вслед. В такой дикой чаще невозможно убежать от тигра. Опять же, если они разбегутся кто куда, то как потом всех найти? Здесь не ловит связь мобильный телефон. И если все убегут, сложно будет снова собраться. Но ли мы и остальные не только не остановились, но еще и ускорились. Я помню, как кто-то однажды сказал, что встретив тигра, не нужно бежать быстрее, чем тигр, вам нужно бежать быстрее вашего спутника. Перед лицом большой опасности всякий сам по себе, и суть человеческой природы в это время прекрасно видна. Цзян-жань шагнула вперед, пытаясь их остановить, но совершенно неожиданно, девушка рядом с лимой яростно толкнула неготовую к такому повороту Цзян-жань. Бух. Цзян-жань упала на землю, схватившись рукой за ногу. Она смотрела, как в густых зарослях исчезают ее товарищи, и ей вдруг стало до истерики смешно. Все это время она думала о том, как сберечь и вывести всех этих людей, но никак не думала, что в последнюю минуту будет обманута своими же друзьями. Ничего страшного, вставай, мы уходим. Цзиуси подбежал к Цзян-жань и помог ей встать. Уходи отсюда, сказала Цзян-жань Цзиуси. Затем глянула на приближающегося тигра и, не понимая, откуда взялась сила, вырвала руку у Цзиуси и бросилась к тигру. Не спеши, закричал Цзиуси. Он понял, что Цзян-жань поставила свою жизнь в обмен на спасение жизни Цзиуси. Оба хороши, ни за что не бросают друг друга. Бэйфэн спокойно наблюдал за всем происходящим, ничего не делая. Для него эти люди были просто прохожие. Встретились мимоходом в пути, какое-то время путешествовали вместе, но если кто решил уйти, Бэйфэн не станет говорить, как, зачем, пусть уходит. Цзян-жань остановилась перед тигром, на расстоянии трех метров как от тигра, так и от Цзиуси, и начала к нему приближаться. Похоже, эта девушка в следующую секунду умрет, пропадет в пасти тигра. Но вот сюрприз. Тигр только удивленно взглянул на Цзян-жань и прошел мимо. Цзиуси не применул воспользоваться возможностью, подошел, обнял Цзян-жань и с заботой спросил. Ты в порядке? Как глупо было так рисковать? Цзян-жань ничего не говорила, просто смотрела на Цзиуси, обеими руками крепко вцепившись в него. Казалось, что она сильная, но в конце концов, Цзян-жань просто обычная женщина, не более. Как обычная женщина, она стремилась заботиться и защищать. И теперь отношение Цзиуси к Цзян-жань будет мягким, нежным. Ведь если есть такой человек, что еще надо? У Байфына задергались уголки рта, похоже, что Цзиуси будет вынужден есть собачий корм. Тигр подошел к Байфыну. Цзян-жань и Цзиуси стояли, держась за руки. Будьте осторожны, поднимитесь на дерево. Напомнил Цзиуси Байфыну, глядя на абсолютно неподвижного Байфына, который напоминал простого насмерть перепуганного человека. Раздалось рычание. Цзян-жань уже боялась смотреть. Ей казалось, что в следующую секунду она увидит, как Байфын был разорван тигром. Глава 245 Король тигр. Тем не менее Байфын продолжал спокойно сидеть, глядя, как к нему рванулся тигр. Он даже не сдвинулся с места. Можно было подумать, что он обезумел от страха. Тигр рванул к Байфыну и вдруг упал возле него. Цзян-жань и Цзиуси вытаращили глаза, увидев такое. Эмэр-эр свирепый по своей природе. Тигр в этот момент был похож на просто большую кошечку, которая лежала перед Байфыном и урчала, ластись к нему. Байфын засмеялся. Он встал и коснулся огромной головы тигра. Он гладил и почесывал тигра по голове и морде, а тот наслаждался и жмурился от удовольствия. Ощущать под руками горы мышц гладкую блестящую шерсть было очень приятно. Король тигр, ты еще не покинул нас, с улыбкой произнес Байфын. Он обнял обеими руками голову короля тигра и прижал ее к себе. Он почти мгновенно придумал и дал свирепому тигру кличку Эмэр-эр. С простодушной мордой тигр урчал. Ему было приятно, что Байфын играет с ним. Своим огромным языком он вылизывал ладони Байфына. Байфын чувствовал, что тигр растаял, как масло на солнце. Но не надо забывать, что если бы на месте Байфына был простой смертный, то тигр бы не ладони ему вылизывал, а нанесенные раны. Язык тигра сплошь заполнен заусеницами, и основная функция этих заусениц – вылизывать мясо на костях. Байфын гладил и гладил голову тигра, а затем достал из пространственного кольца огненно-красный желчный пузырь лавовой змеи. Желчи в нем было с наперсток, но это была самая ценная часть лавового питона. Желчь из этого желчного пузыря, взятая у второуровневого лавового питона, для мастера воина представляла огромнейшую ценность. Аромат желчи поплыл в воздухе, сопровождаемый сильным всплеском жизненной энергии. Тигр тут же открыл глаза. Тигр широко раскрыл оба глаза, а его огромная голова двигалась в такт движением Байфына. Но Байфын не бросал тигру желчный пузырь, а тигр не решался выхватить его из рук Байфына. Из пасти тигра потекла слюна, и как брошенный бездомный кот, он жалобно посмотрел на Байфына. Байфын заулыбался и подбросил желчный пузырь высоко вверх. Тигр внезапно подскочил на несколько метров вверх. Он поймал желчный пузырь зубами и приземлившись на землю, проглотил его. «Это ваш тигр?» Цанжань, опираясь над Зиусе, слегка приблизилась к Байфыну, бросая косые взгляды в сторону тигра. Цанжань еще все-таки побаивалась, но все равно решилась спросить. Нет, Байфын продолжал играть с тигром, и ответил, даже не повернув головы. Как это? Цанжань растерялась. Вначале, увидев, как Байфын подружески играет с тигром, она собиралась его упрекнуть, почему он не объяснил сразу, ведь из-за этого тигра они потеряли связь со своими четырьмя товарищами. В таком случае, почему тигр так дружелюбен с тобой? Цанжань ничего не понимала и поэтому устроила Байфыну допрос. С точки зрения человека со средними способностями, эта сцена выглядела как картинка в зоопарке. А, может, я просто красивый? Байфын задумался, а потом ответил на вопрос с самым серьезным видом. Фу. Цанжань смотрела на Байфына на полном серьезе, но уже в следующее мгновение не выдержала и рассмеялась. Она почувствовала себя от этого немного неловко, но снова не выдержала. Цанжань, посмотрев на лицо Цзиуси, а потом еще раз на Байфына, Цанжань пихнула локтем Цзиуси. А как насчет того, чтобы уже пойти? Ты мог бы показывать дорогу? Четверть часа назад они оба пережили потрясение, но они просто переступили через это и разговаривали свободно. Я забыл. Да, мы сейчас идем. Цзиуси посмотрел на острые зубы тигра, на толстые и крепкие тигровые лапы, и его сотрясла дрожь. Ему не хотелось пойти проверить, в порядке ли эти тигровые зубы, и он сместил акценты. Байфын коснулся сознания тигра. Король тигр, оставайся здесь, малыш. Подожди, пока я приду в следующий раз, а сейчас мне нужно уходить. Тигр посмотрел на Байфына, как будто понял его и положил пару тигровых лап на плечи Байфына, как будто не хотел его отпускать. Хорошенько расти, надеюсь, когда я в следующий раз приду, ты станешь сильнее. Байфын подумал и вытащил еще один желчный пузырь лавового питона, и положил его перед тигром. Затем отвернулся и пошел в глубину джунглей. Тигр зарычал. Тигр ревел позади, как домашнее животное, оставленное владельцем. «Эй, как тебя зовут?» Спросил от Санжань. «Зови меня Байфыном. Пойдем». Байфын, не оглядываясь назад, пошел вперед. Здесь где-то уже недалеко от города призрака Лида был лагерь, до которого нужно добраться. «Подождите немножко, я вывихнула ногу, да еще и мои спутники потерялись. Нельзя ли подождать, пока не найдутся наши спутники?» Прокричала вслед Байфыну Санжань. Байфын нахмурился, но развернулся и пошел назад. Санжань, увидев это, заулыбалась. «Похоже, что этот человек не такой уж черствый, как казалось на первый взгляд». Щелк. «Ах». Однако, Санжань не знала, что он задумал. Когда Байфын вышел вперед, он посмотрел на опухшую, красную ногу Санжань, протянул руку и осторожно потянул ее. Именно из-за этого у Санжань вырвалось восклицание. «Ну, теперь вы можете идти», — сказал Байфын этой парочке. «Он не собирался служить этим двум, они просто обычные люди». Тем не менее, оба были готовы отдать друг за друга жизнь, просто из чувства привязанности друг к другу. «Но как насчет наших спутников?» Санжань сделала два шага и обнаружила, что это не больно, разве что чуть-чуть. Однако, увидев, что Байфын собрался уходить, Санжань не выдержала и спросила. «Вы ошибаетесь, это ваши спутники, а не мои. Я могу вам точно сказать, что с вашей скоростью вы выйдете во внешний мир, как минимум через 10 дней». Байфын без сожалений добавил. «Вы можете последовать за мной, а затем отправить людей, чтобы спасти ваших спутников. Кто знает, может, вы спасете кого-то из них. Но если вы хотите остаться и ждать здесь до смерти, я не против». Звук его голоса уже долетал из джунглей, тихо, почти как шепот. Он шел не останавливаясь, устремившись в какое-то дальнее место впереди. Санжан и Цзиуси постояли некоторое время в раздумьях, а затем, уже без всяких сомнений, кинулись догонять Байфына. Если бы каждый из них был сам по себе, они могли остаться, но теперь они оба должны учитывать друг друга. Нельзя плюнуть на другого ради своего собственного приключения, поэтому они решили идти с Байфыном. Байфын шел впереди, позади него молча топали Санжан и Цзиуси. Если бы эта парочка не догнала его, Байфын действительно не стал бы ждать. Самое большое, что он сделал бы, это сообщил в полицию. Они шли, не останавливаясь, очень долго. Санжан и Цзиуси выбились из сил, к тому же их мучил голод. Овощной суп может временно набить брюхо, однако человеческий организм черпает энергию из жирных блюд, поэтому после супа человек быстро становится снова голодным. Но, видя, что Байфын не останавливается, они только и могли, что поддерживать друг друга и двигаться вперед. Когда они, задыхаясь, поднялись на холм, они были ошеломлены. Откуда так много людей? Что здесь происходит? Зачем так много людей собралось под открытым небом? Ну не на митинг же они собрались. На холме, куда ни глянь, по всей местности непрерывной чередой тянулись цветные палатки. Среди них одна из крупнейших палаток была не слабее, чем просторная бунгало. В этот момент огромная палатка была ярко освещена, а вокруг и внутри нее сновали человеческие фигуры. Глава 246 Возвращение в лагерь На вершине горы дул небольшой ветерок, деревья слегка покачивались и шелестели листвой. Шуму ветра вторило журчание текущей воды. Картина большого лагеря в суровой обстановке девственного Лисашинь Нонцзя на самом деле казалась сказочной иллюзией. Цанжанит Зиуси застыли на вершине, но увидев, что Байфын начал спускаться с горы, оба поспешили за ним. Небо уже начало темнить, и Цанжанит Зиуси почувствовали, что если они не ускорят темп движения и не догонят Байфына, он их оставит. В лагере уже погасили свет, поэтому Байфына никто не узнал. Когда они спустились в лагерь, Байфын помог Цанжанит Зиуси зажечь огонь, чтобы приготовить поесть. Несмотря на тщательную подготовку состава сухого пайка, Байфын не ел эту твердую сухую пищу. Впрочем, он предложил им немного мяса. Когда Цанжанит Зиуси, наконец, увидели мясо, они даже прослезились. Цанжань начала готовить, от Зиуси ей помогал. Одуряющий аромат готовящихся блюд постоянно кружил вокруг костра, поэтому Цанжанит Зиуси не могли сдерживать урчание своих желудков. Вскоре были готовы несколько блюд, бонусом к ним шел горшок с ароматным рисом. Старший брат Байфын, еда готова, давайте кушать, сказала Цанжань Байфыну и уселась на земле, скрестив ноги. А, да ешьте, не ждите меня, сказал Байфын и замолчал. Он, действительно, чудак. Странное платье, странный человек. Цанжань в раздумье смотрела на Байфына. Цанжань вернулась к столу и положила рис в миске. Они с Зиуси начали есть. Когда она положила в рот кусочек мяса и легонько откусила, поток масла и мягкого мясного аромата появился у нее во рту. Цанжань так расчувствовалась, что начала плакать. Раньше она никогда не ела такой жирной пищи, но когда она сегодня впервые такую попробовала, она была счастлива. Байфын залпом выдохнул мутный воздух и открыл глаза, так физическое тело наконец окончательно избавилось от травм. Он встал и подумал, что теперь можно и о брюхе позаботиться. За весь день он выпил только миску овощного супа, и его живот уже заявлял бурный протест. Если не было интенсивных упражнений, клетки тела Байфына были способны накапливать энергию, даже в том случае, если он ничего не пил и не ел. Однако, если приходилось вести чрезмерные сражения или происходило повышение уровня совершенствования, он чувствовал голод сильнее, чем обычный нормальный человек. Байфын достал из кольца кусок мяса размером с футбольный мяч. Следом за мясом он достал тонкий нож и начал нарезать мясо тонкими полосками. К тому времени, как Байфын решил перекусить, Цанжань и Цзиуси уже наелись. На столе в чаше стояла оставленная для Байфына еда. Старший брат Байфын, ваша еда уже остыла, может подогреть? Цанжань посмотрела на Байфына и тотчас подошла к столу, она уже готова была идти подогреть пищу. Нет, не нужно. Просто помогите мне немного ее изменить, приготовьте немного соуса с перцем. Байфын остановил Цанжань. Он, не обращая ни на кого внимания, положил мясо на кухонную доску и начал его резать. Его нож мелькал так быстро, что его не было видно. Нарезанные кусочки мяса были как близнецы-братья, все одинакового размера и тонкие, как луковая кожура. Так что даже были видны синие прожилки кровеносных сосудов. Для Байфына его движения были медленными, но в глазах Цанжань и Цзиуси скорость движений Байфына была просто потрясающей. Кусочки мяса, розовые и аккуратные с виду, появлялись нарезанными, как под линейку. Разницу в толщине кусочков заметить невооруженным глазом было совершенно невозможно. Через какой-то десяток секунд на доске появилось безукоризненно нарезанное рыбное филе. При одном взгляде на него у человека возникало желание тут же начать его есть. Ну и где же мой соус? Спросил Байфын, повернувшись к Цанжань. Ой, сейчас принесу. Цанжань как будто очнулась от сна. Все, теперь и она стала фанаткой Байфына. Потрясающе. Он настоящий шеф-повар. Думала Цанжань, занимаясь приготовлением соуса. Распространился легкий нежный аромат мяса короля дракона. Запах сырого мяса был более сдержанным, но если его приготовить, сварить или пожарить, его ароматный и аппетитный запах разнесется ветром на километр. Используя палочки для еды, Байфын окунал кусочек мяса в соус, а после этого клал его в рот. Его движения были очень грациозными и темпераментными. Куски рыбы один за другим исчезали во рту Байфына. Не быстро, но с равномерной скоростью. Большая тарелка мяса нефритового дракона была уничтожена Байфыном. Цанжанит Зиусе с изумлением следили за исчезновением такого большого количества мяса. Они посмотрели на его живот, но с ним было все в порядке. Живот Байфына совершенно не вздулся. Цанжань была озадачена, как можно было все это съесть. Брат Байфын, когда мы выходим, почтительно обратился Цзиусе, спрашивая того о возможном выходе домой. Здесь, в лагере, телефон еще не принимал сеть. Цзиусе хотел бы позвонить по телефону домой, чтобы сообщить, что они живы. Через два или три дня. Неуверенно ответил Байфын. Он просто забыл, сколько дней прошло после открытия города Лида. Брат Байфын, здесь так много людей, что они здесь делают. Глядя на ваши настолько превосходные навыки обращения с ножом, можно подумать, что вы шеф-повар. Вы здесь, наверное, король кухни. Мгновенно потеряв остатки головного мозга, глазами фанатки идиотки Цанжань с восторгом и поклонением смотрела на Байфына. Ты слишком много придумываешь. У Байфына дергался рот, он с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Это вот таким образом появляются шеф-повара? Да уж, кем-кем, а шеф-поваром он еще не был. Фантазия у девушки слишком уж богатая. Фыркнув, Байфын вернулся в палатку и лег на кровать отдохнуть, оставив Цзиусе и Цанжань устанавливать свою небольшую палатку. Вскоре все спокойно спали. На следующее утро Цзиусе и Цанжань разбудил шум проснувшегося лагеря. У обоих возникло чувство, что они находятся в городе. Они встали, сложили свои вещи в рюкзак и открыли занавеску палатки. Снаружи было уже солнечно. Зимнее солнце немного украсило окружающую картину, но температура воздуха на самом деле не повысилась. Байфын уже не спал. Он проснулся в обычное для себя время, но не практиковал метод малого дыхания света. Слишком уж здесь много было лишних глаз. Если практиковать метод малого дыхания света с его странными проявлениями на виду у других, может случиться, что бесчисленное количество людей сунется к тебе со своими идеями, как именно ты должен правильно выполнять этот метод. И если у вас нет силы заставить всех остальных не лезть к вам с советами, вас в конечном итоге могут сбить с толку. Когда присутствует достаточно много заинтересованных людей, надо уметь не лезть на рожон и не выпячивать свое умение. Практика Байфына была такой быстрой, потому что он объединил практику совершенствования тела и метод малого дыхания света. Дефицитные ресурсы в этой практике использовались в небольшом количестве. Была потребность только в определенном количестве трав, которые в сочетании с вездесущим солнечным светом давали человеку возможность развиваться семимильными шагами, используя только дыхание. Этого было достаточно, чтобы другие люди не пожалели никаких денег, чтобы узнать секрет этой практики. Этой практики было достаточно, чтобы создать могучий клан, поэтому Байфын настойчиво рекомендовал мистику один с товарищами, чтобы они выполняли практику незаметно для посторонних. Глава 247 Бессмысленные полдня В большом лагере оказалось довольно много людей. В основном это было старшее поколение. Хотя в город-призрак Лида ушло достаточно много людей, но еще больше осталось в лагере. Оставшаяся часть не самых лучших воинов продолжала на что-то надеяться и ждала. Центр лагеря уже привели в порядок. Более 100 метров свободного пространства теперь служило в качестве подмостков для боев. Воины молодого поколения начинали состязания в военном искусстве. Все эти состязания затевались, во-первых, ради повышения репутации, а во-вторых, чтобы главы кланов могли посмотреть и расширить свой кругозор, чтобы компенсировать недостаток практики реального боя. Двое молодых людей лет 20 с мечами в руках поприветствовали друг друга. Оба были коротко подстрижены, аккуратные на вид, с довольно заурядными лицами, тем не менее, манерой держаться это были настоящие мужчины. После приветствия, в их руках мгновенно возникли мечи. Это были бронзовые длинные мечи с узким лезвием, времен династии Хань. Такой меч, говорят, представлял собой самые высокие стандарты китайских мастеров по изготовлению литых драгоценных мечей. Об этом в исторических источниках есть очень подробные записи. Позже, в эпоху династии Восточная Хань появилась сталь лучшей закалки. Используя многократное нагревание и столь же многократную проковку, мастера добивались выведения из металла примесей. Последняя ковка проводилась по самой чистой стали. Эта технология была очень трудоемкой, часто на изготовление меча требовалось несколько лет. И только очень одаренные мастера могли создать совершенное подобие драгоценному мечу, обладающему сверхъестественными способностями. Таких мечей в мире существовало вообще всего три или пять. Но теперь, во времена индустриального общества, таких мечей было сколько душе угодно. По сравнению с традиционным бронзовым мечом, у меча из стали его убойная сила на самом деле не сильно увеличилась. Бронзовый меч, по сравнению с мечом, изготовленным из стали, был в два раза тяжелее. К тому же, при его изготовлении тратились лишние ресурсы. Поэтому нэнчи бронзовый меч довольно редко используется мастерами боевых искусств, разве что ими могут интересоваться коллекционеры, поэтому на рынке обычно везде продавались металлические мечи. Двое мужчин с бронзовыми мечами в руках вышли на площадку, только для того, чтобы учиться, а не убивать друг друга. Оба были в современной спортивной одежде, что несколько выбивалось из общей картины. Цанжань вместе с Цзиуси пошли к месту, откуда доносился шум. Весь путь они не переставали удивляться, что среди этого скопища людей очень многие одеты в старинные одеяния типа даосских халатов. Прически у некоторых были похожи на прически древних предков, как их обычно показывают по телевизору. Их волосы были гладко причесаны, а на головах они использовали ободок в качестве украшения для волос. Что там впереди происходит? Там тьма тьмущая людей, пойдем посмотрим. Цанжань и Цзиуси развернулись и пошли в сторону толпы. Ничего себе! Потрясающе! Это что, сцена борьбы для фильма? Цанжань увидела, как двое мужчин, вооруженные старинными мечами, ведут бой. Зрелище выглядело очень эстетично и давало своего рода острые ощущения откажущегося участия в авантюрном приключении. Дзинь. Мечи встретились, оба бойца с переменным успехом, используя все возможности, теснили друг друга. Если бы они действительно собирались убить друг друга, их борьба не включала бы так много ударов, но они не враждовали, они просто отрабатывали приемы ведения боя. К тому же эти два бойца по своим способностям и уровню почти не отличались друг от друга, поэтому в конечном итоге, их схватка закончилась в ничью. Ну потеха, посмотрите только, как эти молодые полируют друг друга, у меня, старика, тоже руки чешутся, выйти, что ли, и тоже обменяться опытом с парой молодых. На площадку вышел сильный старик, с каждым шагом от его ног в земле оставались глубокие вмятины. Лицо старика раскраснелось, как если бы он выпил много вина, но голос был громкий и ясный. Это был дородный мужчина, с большим молотком в одной руке и тыквой с вином в другой. Старик поднес тыкву к рту и сделал большой глоток. После этого он осмотрелся и, рыгнув, произнес, эй вы, стадо дрожащих цыплят, кто из вас осмелится выйти сюда? Сказав эти слова, он бросил свой молот на землю и презрительно посмотрел на окружающих. Многочисленные учителя-наставники, как ни в чем не бывало, сидели в стороне и пили чай, не обращая внимания на это представление. Но внутри их сердца дрожали от ненависти, на совести этого старого ублюдка было не знаю сколько людей. Дедушка, этот человек знаменит? Почему вы игнорируете его? Спросила девушка, одетая в желтый наряд. Она стояла за стариком и нежно держала его за плечи. Этот сумасшедшийся знаменит своим безумием. В последний раз, после тренировки с ним, я несколько месяцев не мог встать с постели. Рот старика дернулся и он с ненавистью посмотрел на площадку. Сумасшедшийся пьет много алкоголя и ничего не помнит. Очевидно, начиная учебный бой, он тут же забывает об этом и бьется с ненавистью и презрением к другим. Негодуя произнес другой учитель, который, по-видимому, тоже понес потерю. Этот сумасшедшийся, напившись, любил подраться, но не мог себя остановить. Особенно это проявлялось в последние несколько дней. Настроение у него было пакостное также из-за того, что Ся пришел на следующий день после открытия города Лида и не вошел туда вместе с семьей. Теперь он пил и задирался со всеми в поисках отдушины, через которую мог выместить гнев и раздражение. К сожалению, сейчас этот сумасшедший безумный мастер не имел себе равного. Он был одним из сильнейших мастеров в мире и только несколько человек из присутствующих могли его победить. Цанжан и Цзиуси переглянулись в их квадратных от удивления глазах светилось изумление. Как-то это не слишком похоже на съемки фильма, достаточно было просто посмотреть на вес большого молотка, его и вдвоем-то не поднимешь. Не бегайте, когда придет время, вы не можете пойти со мной, от меня это не зависит. Долетел до них холодный голос, от звука которого оба испуганно вздрогнули. Брат Байфын, что это за люди? Они такие удивительные. Спросил Цзиуси Байфына. Он чувствовал, что от всех здесь, независимо от того, мужчина или женщина, шел легкий поток силы. О, разве они не повара? Байфын, не прячась, заулыбался и взглянул на простодушное лицо Цанжань. Брат Байфын, все эти люди, я чувствую, что они подобны дьяволу во плоти. Спросила Цанжаню Байфына. Она пробежала взглядом по толпе людей вокруг, как бы еще раз сверяя с тем, что увидела. Ничего особенного, я могу биться с десятью такими, как он, и то одной рукой. Сказал Байфын, указывая прямо на пьющего вино сумасшедшегося. Что, мальчик, о чем ты говоришь? Ты хочешь одной рукой побить таких десятерых, как я? Раздался громкий голос. Сумасшедшийся нехорошим взглядом посмотрел на Байфына и направился прямо к нему. А кто там задевает сумасшедшегося? Наставники, которые разговаривали друг с другом и игнорировали сумасшедшегося, услышали слова последнего и обратили внимание на этот угол площадки. Ну, под этим взглядом большинство бойцов начали тихо пятиться. Ха-ха-ха, будет хорошая потеха. Большинство мастеров нехорошо засмеялись. Пусть сумасшедшийся и сильно крут, но как бы там ни было, сегодня этот сумасшедший будет избит. Хотя сумасшедшийся выпил слишком много, чтобы сражаться, не признавая людей, но перед боем он всегда старался точно определить степень тренированности противника, чтобы не драться с противником более сильным, чем он сам. По этой причине группа мастеров избегала боев с сумасшедшимся, по крайней мере, каждый десятый из них был избит этим маньяком. Многие мастера питали слабую надежду, что на этот раз хитрый ход Сяна толкнется на неожиданный ответный ход, и, возможно, этот пьяница пострадает. Глава 248. Одним пальцем. Когда подошел этот дородный, крепко сложенный старик, Цанжа неспуганно отшатнулась. Когда этот старик стоял на площади, она ничего особенного не ощущала. Однако, сейчас, когда он стоял прямо перед ними, она чувствовала какое-то давление или угнетение, и это чувство было вызвано не ростом старика, а скорее ощущением неприятностей, которые могут быть у Байфына. Цанжань встала перед стариком и торопливо принесла извинения. Господин, простите, наш старший брат сказал, не подумав, не принимайте это близко к сердцу. А ну-ка, брысь отсюда. Очень хорошо, что мне так толково объяснили, что мне нагрубили. Но твой дружок сказал, что может побить десять таких, как я, верно. Что же, посмотрим. Сумасшедшийся набрал полный рот вина и брызнул струей этого вина прямо на Байфына. Ты, человечешка, вроде как нес чепуху, что можешь уложить одной рукой десять таких, как я. Байфын стоял, держа руки за спиной, и невозмутимо смотрел на этого то ли притворяющегося идиотом, то ли действительно сумасшедшего старика. Высоко себя ставишь, молец. Ну что же, если ты сможешь устоять на ногах и выдержать удар молота, я приглашу тебя выпить мою коллекцию старого вина. После паузы, сумасшедшийся продолжил говорить. Ну, а если не выдержишь, то проведешь остаток своей жизни в постели. Сумасшедшийся поднял свою кувалду и неторопливо пошел к Байфыну. Старший брат Байфын, скорее бежим. Такой большой и тяжелый молоток невозможно остановить. С тревогой сказали Цанжанит Зиуси. Этот старик явно не сознавал происходящее. Этот молот, который он держал в руках, имел размер жирного большого размера, и он запросто держал его одной рукой. Байфын махнул рукой, показывая, что он не согласен, дав понять этим двоим, что их поступок противоречит его намерениям. Оба почувствовали поток силы, идущей от Байфына и, подчиняясь его указанию, отошли подальше. Учителя нельзя унижать. Это выражение было популярно в мире боевых искусств, не говоря уже о том, что Сумасшедшийся слыл непобедимым мастером. Хотя сейчас он не собирался убивать Байфына, но Сумасшедшийся готов был дать ему урок. Пусть Байфын научится бояться. Сумасшедшийся шел как слон, топчущий землю, как варвар. Он шел, вращая в правой руке свой ужасный молот. Весь его облик говорил, что Сумасшедшийся – непобедимый мастер, овладевший непобедимой практикой тела. Кровься – кровь дракона. Одноручный метод ковки молотом – это превосходное использование практики. Все правильно, предкися были лучшими мастерами кузнечного дела. В свое время неожиданный случай дал шанс одному из них применить набор кузнечного инструмента в качестве оружия. А процесс с ковки превратился в мощную практику крови. Хотя название «боевой молот» не очень звучное, но его реальная боевая мощь могла быть необычной. В руках Сумасшедшегося тяжелый, весом 1236 фунтов, молот двигался со скоростью метеорита. Сила его удара была не хуже, чем удар врожденного мастера. Сумасшедшийся, наблюдая за неподвижным бэйфыном, нахмурился. Ему никак не удавалось увидеть степень его тренированности. На первый взгляд выглядит обычным, но он точно не простой смертный, а настоящий мастер. Однако, учитывая возраст бэйфына, Сумасшедшийся все же решил, что первое более вероятно. Удар молотом третьего уровня. Во весь голос закричал Сумасшедшийся. Его правая рука рука напряглась, мышцы на ней вспучились буграми, а жилы вздулись, как земляные черви. Поток потрясающей мощи, как бродящее вино, бурлил у него над головой. Удар молотом третьего уровня был уся главным козырем, вершиной его мастерства. Ему оставалось сделать всего один шаг, чтобы выполнить этот сильнейший коронный удар. Помните, учителя нельзя унижать. Даже если бы бэйфын был обычным человеком, Ся будет делать все, чтобы показать свою значимость и поднять свою репутацию мастера. Если все будут подобно бэйфыну, без благоговейного трепета и почтительности относиться к мастеру, эта фраза станет пустой. Это высказывание было известно с древних времен, и у мастеров не было непробиваемой защитной ауры, а были бесчисленные годы террора, чтобы доказать кровью свое превосходство. Молот безумного мастера по-прежнему находился в воздухе, вызывая удивительное давление ветра, но бэйфын не двигался, как парализованный страхом. Цанжань не могла больше на это смотреть и закрыла глаза, прислонясь к Цзиусе. По замыслу Ся, этот молот должен был не ударить по бэйфыну, а пролететь рядом с ним. Но сумасшедший Ся был абсолютно уверен, что даже в этом случае ударная волна от молота нанесет бэйфыну тяжелые увечья. Пусть этот человек полежит в постели и отдохнет, и времени на это уйдет ой, как много. Как непобедимый мастер, сумасшедшийся, тщательно выбрал место нанесения удара. Бэйфын все ближе и ближе протягивал палец к летящему молоту. В бэйфыне поднималась сила, которая внезапно оформилась в виде пушистой белой лапы с вытянутым когтем, который указывал на падающий молот. Эта волосатая лапа была длиной около полуметра, с темными кончиками когтей. Когти выглядели, как настоящие, а белый мех на лапе мягко покачивался. Когда появился этот коготь, сумасшедший Ся почувствовал большую угрозу. Молот Бога, по всей вероятности, в этот момент Ся протрезвел и срочно трансформировал движение. Этот козырь 36ти ударов был одним из сильнейших ударов молотом. Практикуя его успешно, 36 ударов переходили в один. Этого было достаточно, чтобы увеличить свою мощность в 36 раз. Однако практиковать этот трюк было очень тяжело. За последние 50 лет Ся достиг небольших результатов. Он мог сливать только 6 ударов, тем самым он мог увеличивать свою силу в 6 раз. К тому же жизненные силы тела и прочность костей позволяли использовать этот прием только дважды. Если использовать его в третий раз, мускулы и кости разорвутся и мастер умрет. Но перед этим когтем Ся, не колеблясь, использовал свой самый сильный удар. На первый взгляд этот коготь, похоже, не имел никакой силы, но интуитивно Ся чувствовал, что нужно приложить все силы, чтобы не умереть. Дзинь. Раздался громкий звук. На глазах множество людей. Молот, весом 1236 фунтов. Натолкнувшись на коготь Байфына, издал глухой звон. Плюх. Бах. Сумасшедший Ся почувствовал, как поток невыразимой силы вырвал молот из его рук и забросил его далеко от этого места. Тело Ся тоже мгновенно взлетело и упало на землю. Сумасшедший Ся тяжело ударился о землю. Фу. Ся несколько раз выплюнул ярко-алую кровь, он был белый как мел, пасть тигра была разорвана, вплоть до того, что кости правой кисти покрылись многочисленными трещинами. П. Пасть тигра, пространство между большим и указательным пальцами. Его ци и кровь непрерывно бурлили, страдая от тяжелой внутренней травмы. Потребуется как минимум 6 месяцев лечения для восстановления способностей. Ся безучастно наблюдал за Байфыном, он не думал, что на самом деле будет поражен одним пальцем. Байфын подошел и без усилия поднял молот из ямы, разглядывая его. Зинь. Найден объект четвертого уровня, сталь дракона. Очень твердый материал, низкой пластичности прозвучало оповещение системы. Байфына смотрел так называемую драконовую сталь. На поверхности молота не осталось следа от удара. Золотые линии узора покрывали всю поверхность молота. Похоже, что сталь дракона была оценена четвертым уровнем из-за твердости. Ее плохая пластичность указывает на то, что одна только твердость недостаточно для создания мечей. Байфын помолчал, размышляя, а затем, подошел к сумасшедшемуся, который напряженно смотрел на молот в руках Байфына. Ты весьма неплох, но даже самого непобедимого мастера я могу заблокировать одним пальцем. На полном серьезе сказал Байфын сумасшедшемуся. Глава 249 Возвращение шесть ушей. Прозвучал холодный голос. Не только у сумасшедшегося, но и у остальных присутствующих дернулся рот. Он сказал, что может заблокировать тебя пальцем. Недурно. Тогда он непобедимый мастер. Не каждый мог быть назван непобедимым мастером. Непобедимый мастер при кратковременном взрыве силы не уступал врожденному. В этот короткий промежуток времени его внутренняя энергия была такова, что могла конкурировать с энергией врожденного. Именно поэтому такого мастера называют непобедимым мастером. Но теперь фактически непобедимый мастер был побежден одним пальцем, да еще и оказался настолько тяжело ранен. Поэтому никто не считал, что Байфын выпендривается. Байфын повернулся, мельком взглянул на толпу воинов и ушел. Этот мимолетный взгляд напугал многих мастеров. Теперь они понимали, что из себя представляет Байфын. Байфын вернулся в палатку и попытался разобраться в себе, что сейчас произошло. Он блокировал ударся, приложив всю силу. Или ему повезло? Если это не везение, а обычная для него защита от удара, то получается, что даже врожденный мастер не сможет нанести полный удар по Байфыну. После того, как медвежий бокс мутировал, даже сам Байфын не знал своей реальной мощи. Хотя он был еще на ранней фазе совершенствования врожденного, но с использованием медвежьего бокса его сила выросла в 10 раз и столь же многократно повысилась его эффективность. Одной из причин, по которой он сдерживал свою силу, заключалось в том, что сумасшедшийся не направлял удар молотов Байфына. Вдобавок, здесь присутствовало множество практикующих мастеров, перед которыми Байфын не хотел демонстрировать свои умения полностью. Ну и последнее, практикующий мастер редко встречается в мире, не говоря уже о непобедимом практике. Их следовало беречь. Ух ты, брат Байфын, ты потрясный. Что это? Даоская магия? Ты бессмертный? Взволнованно сказала Цанжань. Цзиусе стоял молча, но было видно, что и он поражен действиями Байфына. Ну-ну, Цзиусе тихонько погладил руку Цанжань и тихонько ткнул ее локтем в бок, чтобы она больше не задавала вопросов. Да нет, не бессмертный, просто иду по пути боевых искусств. Невозмутимо ответил Байфын. Он сидел на коврике, поджав под себя ноги, и пил чай. Цанжань и Цзиусе были неподдельно удивлены. Неужели последователи боевых искусств могут быть настолько мощными? Эта волосатая лапа, появившаяся из ниоткуда, навела их на мысль, что Байфын использовал мистические формы призыва волшебных существ, но никак не приемы боевых искусств. Брат Байфын, те боевые искусства, которые мы видим в интернете, когда пропагандируют Тайцзицуань, они такие же, что практикуешь ты? Спросила любопытная Цанжань. И да, и нет. Те, что распространены в интернете, являются ничем иным, как обучением простому боксированию. Нет никакого связного пояснения закона о дыхании и взаимосвязи дыхания с практикой тела. А в этом случае каналы Ци и Крови будут бесцельно тренироваться и тренироваться, не наращивая силу. Этого далеко не достаточно, чтобы стать воином. Говорил Байфын между маленькими глотками чая. Он снова добавил в горшок с чаем кипящие воды, вызвав взрыв аромата. Цанжань открыла рот, словно хотела что-то сказать, но в конце концов закрыла его и пошла готовить. Байфын взглянул на Цанжань. Хорошо, понимает в маневрировании, знает, когда наступать, а когда отступить. Байфын догадался, что хотела спросить Цанжань. Она хотела попросить научить ее практиковать боевые искусства. Но даже если бы Цанжань осмелилась и попросила, Байфын не стал бы ее обучать. Раньше земля была богата ресурсами, и сообщество боевых искусств процветало, и все виды героев появлялись непрерывно один за другим. Но теперь, когда ресурсы земли истощились, многие воины, естественно, не хотели, чтобы появился кто-то, кто тоже будет претендовать на и так скудные ресурсы. По этой причине в настоящее время каждый знаменитый мастер боевых искусств очень строго отбирал учеников, а кланы боевых искусств строго запрещали передавать знания посторонним. То, что называют методикой и способами совершенствования, являлись секретными знаниями клана и не могли распространяться наружу. Эти знания относились к чрезвычайным секретам, и нельзя было допустить, чтобы третья сторона их узнала. Когда Цанжан и Цзиуси поели, они пошли погулять. Попав в такую редко встречающуюся ситуацию, грех было не посмотреть, может, за всю жизнь это можно будет увидеть только в этот раз. Во второй половине дня раздался громкий шум. Молодой человек за пределами палатки почтительно сказал. Преподобный мастер, люди, которые вошли в город Призрак Лида, выходят. Едва прозвучали слова, рядом с молодым человеком появился силуэт. Он успел почувствовать только присутствие. Фигура спросила, наклонив голову. А когда я смогу достичь состояния врожденности? Бейфен неторопливо шел ко входу в город Призрак Лида. Не знаю, есть ли смысл для этого человека совершенствоваться дальше? Несколько человек поднялись по лестнице. Веселые и печальные, кто-то из кланов будет счастлив, а кто-то несчастен. Бейфен ждал. Мистик-1 с группой долгое время не появлялся, но он не беспокоился. Его сумасшедшая контрактная книга показывала, что они живы. Когда Мистик-1 с группой вышли из открывшихся каменных ворот, по их виду было понятно, что они находятся в затруднительном положении. На их телах были видны следы крови, непонятно, своей или чужой. Впрочем, трехголовая собака свободна и непринужденно шла позади них. Ее тело испускало концентрированный аромат. Весьма похоже, что она достигла успехов. Несмотря на то, что Мистик-1 с группой испытывали трудности, их моральный дух говорил о том, что в них произошли большие перемены. Если при входе в город-призрак их дух был как стальной лист, то теперь он был как остро заточенный меч. Мистик-1 с товарищами достаточно быстро вышли из щели в поверхности земли. Когда они увидели стоящего недалеко Байфына, они поспешно шагнули по направлению к нему и почтительно воскликнули. Босс. Ага, неплохо, кажется. На этот раз вы значительно продвинулись вперед. Байфын посмотрел на произошедшие изменения в людях и кивнул. Мистик-3 вырос до уровня, чтобы противостоять темному воину, а остальные шесть человек реально достигли порога воина. Преподобный мастер, к счастью, мы не опозорились. Вот урожай нашего похода. Байсун достал и почтительно протянул Байфыну запечатанный пакет, от которого исходил богатый аромат целебных запахов. Разделите это между собой. Байфын не увидел ничего интересного для себя. Там было несколько эликсиров второго и третьего уровня, для него бесполезных, ведь только в его пространственном кольце были тысячи пятиуровневых желчных пузырей лавовых питонов. Этот желчный пузырь был самым лучшим, что было у лавового питона. А змеиная желчь могла соперничать с эликсирами четвертого уровня. Спасибо, учитель. Байсун обрадовался. Может, Байфыну они не нужны, но для них это очень ценное и редкое лекарство. Теперь, когда вопрос о распределении эликсиров был решен, мистик один и остальные вместе с Байсуном заулыбались, ведь собранный ними урожай был весьма большим. Большинство этих эликсиров с ее острым обонянием нашла трехголовая собака, за исключением некоторых весьма скромных по действию эликсиров, которые нашла не она. Эти травы являлись лишь частью всего найденного. Действительно хорошие травы уже давно были в желудке трехголовой собаки. Хотя у трехголовой собаки был потрясающий талант, но каждый переход на следующий уровень требовал ресурсов в три раза больше, чем для человека. Байфын просмотрел изменения в трехголовой собаке. В ее организме кровь была достаточно жидкая и циркулировала по телу спокойно, тогда как у людей кровь была в смятении. Всего через 10 дней после входа в город призрак Лида, трехголовая собака превзошла второй уровень демона и почти достигла третьего. Теперь, ребята, вы можете оценить все преимущества совместных действий, сказал Байфын, посмеиваясь. Теперь было хорошо видно, сколько выгод можно получить от трехголовой собаки. Совестью нечего съесть очень толстокожая, используя свои способности, она повысила уровень, так зачем ее ругать? Простодушные мордочки ненасытной и черной дыры, казалось, не пропускали ни слова из того, что говорит Байфын. Но увидев, что Байфын развернулся в их сторону, головы ненасытной и черной дыры, приблизившись, уткнулись в его ладони. Собаки снова теряют лицо. Глядя на действия ненасытной и черной дыры, причитала в глубине души нечего съесть. Глава 250 «Экстремальный мороз» Байфын в глубине души беспокоился, ведь эта трехголовая собака обладает таким завидным врожденным талантом. Сейчас трехголовая собака достигла третьего уровня демона, но Байфын признавал, что в действительности реальная сила трехголовой собаки теперь определенно находится на уровне мастера. Если бы она не получила травму по достижении пика шестого уровня демона, сила трехголовой собаки могла бы соперничать с уровнем бессмертного человека, полубога. Пусть сейчас она еще полностью не восстановилась, но трехголовая собака все же обладает способностью контроля на уровне шестого уровня демона. Если бы только не нужда в ресурсах, прогресс силы трехголовой собаки заставил бы людей потерять надежду. Из-за наличия способности контроля шестого уровня демона, несмотря на то, что сейчас трехголовая собака находилась только на третьем уровне демона, ее боевая мощь не уступала уровню врожденного воина. Пожалуй, только лишь Дэнсизис Гор и Лунхушань, непобедимый мастер, сможет сколько-нибудь тягаться с ней. Старик пришел навестить старшего учителя. Вчера я не различил старшего учителя и налетел на вас. Я хотел бы поблагодарить вас за милосердие. Сумасшедшийся подошел, сделал поклон и так и застыл, согнувшись. Вчера он был побежден байфином. Сейчасся уже знал, что вчера пинал ногой железную плиту, и только позже, узнав кто есть кто, необыкновенно возрадовался. Этот милосердный человек убил с десяток японских мастеров, в том числе двух врожденных. Все они были убиты, а он,ся, не умер. Действительно, ему повезло. Эх, вино вредит делу, после этого урока, я, практикуя врожденные качества, никогда не буду пить. Сумасшедшийся дал себе суровый обед. А в это время, толпа мастеров скрежетала зубами от ненависти. Разве он не избивал их? Кто бы мог подумать, что они так злопамятны? Боже мой, толпа мастеров с затаенной радостью ожидала, что сумасшедшийся спровоцирует гнев байфина. Ведь он тогда еще не знал, с кем связался. Не беда, вы умеете делать оружие? Байфин махнул рукой, глядя на того, кто вчера пытался избить его молотом. А байфин, размышляя о том, что сумасшедшийся носит с собой молот, предположил, что он должен быть хорошим специалистом в кузнечном деле. Обычному человеку незачем носить повсюду такой большой молот. Да, умею. Сумасшедшийся сказал эти слова с гордостью. Весь его вид говорил, что пусть он не так хорош, как байфин в военном деле, но во всем, что связано с литьем металла, даже 10 байфинов не смогут составить ему конкуренцию. Но сейчас я не могу отливать оружие, боюсь, надолго. Ся в течение длительного времени думал о своей травме тела и находился в депрессии от оценки. Получалось, что даже если есть панацея, излечение этой травмы займет один или два месяца, чтобы полностью восстановиться. Но без эликсира ему придется лечиться по крайней мере 6 месяцев, чтобы восстановить хорошую форму. Но сумасшедшийся не испытывал обиды на байфина. Напротив, в душе он чувствовал облегчение, что так легко отделался. Потерпеть поражение от мастера, не унижение, не говоря уже о врожденном. То, что его не зарезали когтем, это даже удача. Да, тогда подождите. Байфин направился в палатку, решив, что у него есть одна вещь, подходящая для мастерства Ся. Ся остался стоять, ожидая. Байфин зашел в палатку и усилием мысли вызвал Арктический мороз. К сожалению, Арктический мороз стал бесполезен для байфина и для него будет унизительным дальнейшее использование в роли кухонного атрибута. По этой причине байфин достал Арктический мороз в палатке, чтобы никто не догадался, откуда он его достал. Затем байфин достал из кольца ребро короля дракона. Ребро источало холод. Достав Фитзян, он разрезал ребро дракона на три части. Это было одно из ребер, которые он извлек из тела короля дракона. Их было 10 штук, но самым ценным в них была их толщина. Они были толщиной с палочки для еды. Затем он вытащил желчный пузырь лавового питона и положил его в маленькую коробку. Это награда, которая поможет отлить оружие. Байфин положил Арктический мороз и часть ребра на землю перед ся и бросил ему маленькую коробку. Ся торопливо поймал коробку. Целый поток запахов ударил ему в нос, так что ци и кровь ся зашевелились. Ся встал и отступил немного назад, держа в руках коробку. Он пристально изучал трехметровый Арктический мороз. Ся легонько постучал по нему пальцами, и тут же раздался сладкий мелодичный звон. Ох и хорош. Мороз похвалился и решил поднять его. О, такой тяжелый. Ся очень удивился. Хотя ему не понадобилось прикладывать все силы, чтобы поднять Арктический мороз, но все-таки ему пришлось поднатужиться. Это изумило сумасшедшегося. Ничего себе. Сумасшедшийся смог поднять Арктический мороз, так как он был непобедимый мастер, практикующий тело. Его мощь была несравнимой с другими мастерами. Но, глядя на Байфина, Ся просто не думал, что Арктический мороз окажется настолько тяжелым. Арктический мороз весил более 3000 фунтов и сумасшедшемуся потребуется в два раза больше силы, чем на перенос его молота. Тщательно изучая структуру Арктического мороза, Ся все больше пугался. Это копье, независимо от использованного материала или процесса ковки, являлось вершиной кузнечного дела. При тщательном изучении Ся понял, что это копье не похоже на оружие, используемое в битве, оно больше похоже на совершенный предмет искусства. Такой красотой можно только издалека демонстрировать удары, но ни в коем случае не бить им от твердой предметы. Старший мастер, этот предмет я не могу переделать. Уровень изготовления этой красоты намного превышает мой, и если я брошу его в переплавку, он уже не будет таким же совершенным, как сейчас. Вздохнув, Сумасшедшийся еще раз погладил пальцами копье Арктического мороза, прежде чем положить его на землю, и посмотрел на Байфына. Не нужно делать совершенство, просто сделай все, на что способен. Байфын кивнул, глядя на душевные терзания Сумасшедшегося. Он действительно посвятил свою жизнь кузнечному делу. Старший учитель, вы действительно хотите, чтобы я его перековал? Сумасшедшийся с грустью мягко поглаживал канавки на Арктическом морозе. Конечно, перекуй его. Байфын больше ничего не сказал и поманил пальцем Мистика 4. Мистика 4 тут же подошел, и они вместе с Байфыном ушли. Экстремальный мороз был очень хорош, только и осталось, что поместить его в тело, чтобы другие безумные не пытались получить его, ведь, в конце концов, он не подходил для каждого. За время занятий практикой с Арктическим морозом, мягко культивируя жизненную силу, Байфын поднял уровень Арктического мороза до третьего уровня, а крепость своего тела поднял еще выше. И все же Арктический мороз уступал в силе формам Синьи Цуань. Одна лишь длительная практика медвежьего бокса дала качественно новый уровень силы и очистки. Нельзя проглотить все, что увидишь, за исключением того, что приводит вас в восхищение. Можно просто знать, что в мире есть нечто хорошее, но заниматься своим делом. Иначе практикующий ничего не добьется. Сумасшедшийся достал из коробки желчный пузырь. Желчи в нем было с мизинец, но она вызывала огромные колебания ции крови. Это лекарственное сырье было чрезвычайно ценно для тех, кто практиковал боевые искусства. Ся вернулся в палатку и, не мешкая, проглотил этот желчный пузырь. В конце концов, если Байфын предлагает такое снадобие, не нужно думать, что оно принесет какие-то неприятности. Во рту он не ощутил ни малейшего запаха, ни горького вкуса, только полный рот мускуса и поток горячего сока, стекающего из горла в желудок. Затем внезапно живот ся взорвался и густой поток жизненных сил устремился во все части тела. Очень быстро все его травмы были излечены. В течение большей части дня жизненные силы, содержащиеся в этой змеиной желчи, были израсходованы до чисто. Глава 251. Желание трехголовой собаки. Сумасшедшийся открыл глаза. Этот желчный пузырь сэкономил ему несколько месяцев напряженной работы, всего за несколько дней бережно вылечил все внутренние травмы. В результате, ся восстановился до прежнего уровня. Более того, этот желчный пузырь был пятого уровня демона, и ся чувствовал слой препятствий. Не хватало только одного шага, чтобы осуществились мечты о врожденном состоянии. Но этот шаг одинаково труден для бесчисленного количества людей, и без внешней помощи можно за всю жизнь не достичь этого состояния. Но даже в этом случае, это лучше, чем быть, как многие мастера, которые не имели ни малейшего шанса получить хотя бы представление о врожденности. Это что же, не было счастья, да несчастье помогло, ся недоумевал, ну прям, и смех и грех. Получилось, что его избиение окупилось лихвой. Прошла ночь, наступил день, всюду слышалось щебетание птиц. Тьма тьмущая вертолетов появилась в небе, в реве двигателей. Они начали приземляться, припарковываясь на большом открытом пространстве, которое было очищено раньше. Эти люди слишком богаты, пробормотал себе под нос Тзиуси. Такая большая команда вертолетов редко встречалась, по сравнению с этими вертолетами, даже салон роскошных автомобилей отдыхает. Тзиуси был из состоятельной семьи, но вертолет был ему не по карману. А эта команда воинов заказала их целое подразделение. Бэйфен шел к вертолету, чтобы улететь в первую очередь. Вслед за ним вереницей шла группа людей, которые летели с ним из-за множества причин. Мистик 3, Байсун и еще несколько человек остались, чтобы лететь во вторую очередь. Увидев с большой высоты непрерывно тянущиеся городские постройки, Цанжань взволнованно вскрикнула. Человек это коллективное существо. Уехать из шумного города в глубину гор, чтобы провести неделю, и снова увидеть знакомые здания, эту радость невозможно описать. Вертолет начал снижаться, Цанжань и Цзиуси собирались пойти в полицию, чтобы сообщить о попавших в беду спутниках. Поэтому они, естественно, не могли последовать за Бэйфеном и другими в аэропорт. Старший брат Бэйфен, спасибо, если бы не ты, у нас не было бы шансов. Искренне сказал Цзиуси. А, да ничего особенного. Бэйфен кивнул. Ему нравилась эта парочка, но только нравилось, и ничего больше. Это не имело никакого значения, так как разрыв между ними был слишком велик. Лопасти завертелись и вертолет полетел в сторону аэропорта. Только когда вертолет с Бэйфеном исчез за горизонтом, Цанжань и Цзиуси ушли. Через день Бэйфен в очередной раз вернулся на виллу в районе горы Линшань. Мистика-1 с остальными Бэйфен отправил. Теперь их ближайшей целью было достичь уровня мастера, а затем Бэйфен выберет тех, кто обладает талантом алхимии и даст им пилюлю бессмертия горы дракона-тигра. Пусть они станут врожденными, а затем будут изготавливать пилюли бессмертия. Трехголовая собака вернулась на виллу и отправилась заниматься внутренними органами черного короля дракона. А что касается маленькой лисы, то она, увидев, что Бэйфен вернулся, заволновалась и прыгала, прыгала без остановки. Ладно, хорошо, разве я не вернулся? Бэйфен коснулся головы маленькой лисы, осторожно поглаживая и успокаивая ее. Маленькая лиса закричала, давая понять Бэйфену, чтобы он шел за ней. Бэйфен последовал за маленькой лисой. Она привела его на заднюю часть горы, где был посажен рис белой реки. Посевы выглядели хорошо, а плоды уже завязались. Ветви были усеяны многочисленными плодами, каждый плод имел размер кулака взрослого человека. Похоже, что скоро плоды риса белой реки созреют. Я хочу выучить слова. Во время еды трехголовая собака внезапно ментально обратилась к Бэйфену. Фу! Бэйфен от неожиданности чуть не подавился рисом и выплюнул его изо рта. Взглянув на трехголовую собаку, он пришел в замешательство. Ты хочешь учиться? Да. Следует уважать обычаи тех мест, где приходится бывать, и поскольку я здесь, мне нужно изучить язык. С гордостью сказала трехголовая собака. У Бэйфена задергался рот. Это действующая напролом собака. Очень способная, но проблема в том, как ее этому научить. И вдруг его осенило. Бэйфен позвонил Мистику 3 и велел ему за большие деньги нанять учителя, который учит маленьких детей читать.